Портленд. Да, друзья, вы не ослышались. У нас в Москве есть свой Портленд. Уникальный жилой комплекс на берегу Москва-реки со своей мариной для яхт и фантастическими возможностями для резидентов, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом, а также для тех, кто ценит тишину и комфортную жизнь. Сейчас мы вам подробно расскажем, почему жизнь в ЖК Портленд от девелопера Форма – это поистине рай не только для бегунов и триатлонистов, но и для всех любителей спорта. Смотрите сами. Собственная набережная – 412 метров, примыкающая к парку Печатники, выделенная велодорожка, современная воркаут-площадка, идеальная природная картинка и никаких городских неудобств в виде светофоров и выхлопных газов. Самое приятное, что между домами и водой на набережной не будет дорог и машин. В Портленд будет европейский формат полностью пешеходных набережных. Кроме того, будут огромные гардеробные, доступные жителям, чтобы можно было хранить габаритный инвентарь типа велосипеда. Это максимальный комфорт для любителей велоспорта и триатлона. Ну и вишенка на торте – то, что максимально выгодно отличает данный жилой комплекс от всех остальных. Открытый понтонный бассейн с очищаемой и подогреваемой водой. Ноль времени логистику, чтобы сделать свою плавательную тренировку, ну или просто подчилить в восстановительном режиме. Сейчас мы это все вам проговорили и понимаем, что завидуем тем, кто тут будет жить и тренироваться. Помимо спортивных активностей, на территории ЖК предусмотрены приватные дворы без машин, грандиозные виды на Москва-реку из большинства квартир. Квартира, кстати, с очень комфортными планировками, и что нам особенно нравится – это наличие окон в ванной комнате. Согласитесь, крайне редкое явление в наше время. Друзья, более подробная информация на сайте portland.forma.ru. Ссылку оставим в описании. Подошел к нам бегун на экспо, и мы зарегистрировались на завтрашний забег. И он первое, что нас спросил, говорит, ребят, дайте совет, как одеваться завтра на забег. Но мы-то не отпонятные эксперты. В одежде. В одежде, да. В лиговой фэш. Леша говорит, что вообще не парься, холода не будет, я всю зиму бегаю в шортах, вообще ноль проблем. А он говорит, да нет, боюсь, на набережной ветер. Застудить, да? Застудить, да, холодно будет. Филип Филипыча. Да, вот сейчас вы говорите, на самом деле, все-таки есть, наверное, проблемы, да? Нет, но если дождь будет, то нужно уже и тайцы одевать, или там полутайцы одевать. Если дождь будет, то может, то все-таки... Ну, а если без дождя? Без дождя, трусы майка, все, больше ничего не нужно. Ну, там может такое быть, что погодные условия будут настолько суровыми с точки зрения ветра, что это может повредить на спортивный результат? Ну, забег бежали, там и дождь, ливень шел такой даже, и дождь был, и ветер такой вдоль не вышел. Туда бежали вроде бы по ветру, а обратно против ветра пришло. Вы бежите завтра в десятку, да? Да, в десятку. А вы как-то готовились к этому забегу? Или это просто какая-то проходящая? Ну, я пробежал вот сейчас, на забеге пробежал десятку, там 38.08 пробежал десятку, на забеге пробежал 39.51, то есть уже немножко похуже. Вот, потом в четверг я пробежал, мы сами организовали этот старт, специально, чтобы подводка к старту, к воскресенью, да, на космонавта, там 47, на стадионе, да, мы проводим, как бы, подводящий старт. И там идет и консультация, как подводиться. Ну, пока что 20-30 человек стартуют. Вот мы пробежали в четверг, пятерочку подводящую, это вышло, ну, молодежь что-то не потащила, пришлось мне тащить. И пробежала я сколько там, а, 18.45, по 3.45, короче. Леонид Тихонов, мастер спорта СССР международного класса. Рекордсмен 30-ти километрового пробега Пушкин-Ленинград. Его рекорд, час 29.55, установленный в 88-м году, не побит до сих пор. В 91-м году на Спартакиаде народов СССР занял третье место в беге на 10 тысяч метров. Двукратный чемпион Франции по горному бегу. Будучи ветераном, стал трехкратным чемпионом мира по горному бегу в 11-м, 12-м и в 14-х годах. Мы решили расспросить Леонида о секретах его тренировочного процесса и спортивного долголетия. И он охотно выложил все карты на стол. Мой ключевой вопрос был к Леониду. Дерните ли всех конкурентов в своей возрастной группе? Ну, не знаю. Вообще-то, когда мы выезжали на Европу на мир, я без призов ни разу не оставался. Ну, это же ветераны, правильно? Да, по ветеранам, конечно. Ну, вообще, у вас есть вот этот вот азарт, конкурентная борьба, там, вы же все тут все равно друг друга. Конечно, рубимся. Конечно, рубимся. Извините, тут пропуск. Вижу, выглядит как разведчик. Что это за пропуск? На зимний стадион. На зимний стадион. Выдали нам. Это тяжелая, да? Это добыча? Да, добыча тяжелая была. Почему тяжелая добыча? Что это значит? Ну, потому что нас ветеранов не очень-то, как бы, уважают. Ну, это везде идет так. В смысле? В России. В России, да. Дискредитация происходит. Да, дискредитация. В честном виде. Да. Во-первых, нам провели уже чемпионат города, ну, зимний чемпионат города провели уже в конце апреля. Зимний? Да, зимний, да. В конце апреля, когда уже никто в стадион этот не ходил и не нужно. А с чем это связано? Ну, нет места. Нет времени. То есть, для молодежи нет времени вообще. А сколько у вас ветеранов, чтобы на вас прожить? Да не так уж и много. Не так уж и много. Вот сейчас даже Белые ночи, вернемся к Белым ночам, награждается только абсолютка. Трое человек у мужчин, трое мужчин, у женщин трое. Ветеранов нет. И смысла нету бежать ветеранов и всем остальным, даже кто вот, ну, после 35 лет, как там, жизнь не заканчивается, да? Потому что вот я в 33 с половиной года показал личные результаты. То есть, на пятерке, на десятке и на тридцатке, вот рекорд, который до сих пор держится 35 лет уже. Вы про Пушкин, Пушкин, Санкт-Петербург. Пушкин, Санкт-Петербург. Сейчас поговорим еще о том отдельном. Ну, тогда был Пушкин, Ленинград. Ленинград, да. А, ну, то есть, получается, что бегущие ветераны, в 67 лет, которые бегают быстрее, чем я, причем без надрыва и выглядят лучше, чем я. Мне это мотивация. Я как бы смотрю на вас и я думаю, вот я бы хотел быть таким же прям огурчиком, под жаром. Ну, вот для того мы и бегаем, чтобы была мотивация. А у нас пытаются как бы мотивацию убрать. И вот писали сейчас в ВКонтакте, там, ребята, Невский Александр написал, говорит, ну, давайте тогда вообще москвичам он звонил по поводу организаторов, говорит, ну, чтобы сделали хотя бы группы, да? Вот, он говорит, ну, тогда он такую картинку показал, что клоун бежит с носом, говорит, тогда давайте сделаем не мужчин, не женщин, а человек из-за бегов. Понимаете? Это какая-то шутка, что ли? Да, ну, а что делать-то? Понимаете, хорошо, когда вот каждый возраст мы сравниваем, да, вот, кто как бежит. Вот. И получается, что вот сейчас на десятке интереса нет, ты просто прошлепал и все. А так мы бы каждые там пять лет, да, обычно с 35 лет, а ты по 5 лет, 90 и старше. Вот. Обычно мы бежим, чтобы в своей группе, например, пять лет или там, ну, максимум 10 лет бывает, что там, когда, кого там денег у организаторов не хватает. Но я не думаю, что сейчас на белых ночах не хватает у организаторов денег. Вот. Но могли бы вот именно рейтинг этот сделать. Ладно, фиксим с награждением с этим, да? Хотя бы рейтинг сделали бы и по грамоте вручили что-то, первый, второй, третий, да? И там не дали или, ну, ладно, нет, не дали грамоту, если уж так на эту денег у них. К слову сказать, на забеге «Белой ночи» на дистанции 42 километра участники награждаются с первое по шестое место среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве. Также награждаются лидеры в возрастных категориях вплоть до 80 лет и старше. После финиша сверяются данные всех победителей в возрастных группах. Каждому победителю приходит СМС с поздравлением и информацией о том, как и где можно забрать призы. Те, кто не забрали свои призы и кубки, могут забрать их в московском офисе бегового сообщества в Лужниках. Да, на 10-километровой дистанции в этом году не было награждения в возрастных категориях. Но, по просьбам ветеранов, организаторы «Белых ночей» интегрируют награждение в возрастных категориях на дистанции 10 километров со следующего года. Может быть, кому-то закрадется такая мысль, что вы сейчас говорите там о тщеславии, что вас забыли, а мне кажется, что здесь... Какое тщеславие? Это же развитие беды. Да, да. И вот я хотел сказать для тех, кто вдруг так начал думать, что... Ну, я тоже согласен с вами. Нужно отмечать, чтобы люди, которые смотрят или наблюдают за бегунами, понимали, что среди них, например, старые пожилые бегущие люди, которые, ну, как бы могут еще надрать задницу молодым. Правильно? Да. Правильно. Вот. И я сейчас вспоминаю, в прошлом году мы бежали, да, в Пушкин-Санкт-Петербург, или позапрошлым? Позапрошлым. Там же награждаются люди. Да, да. Там же есть, отмечают, то есть есть старты, где вы, как говорится, выкладываетесь, да? Вот сейчас на забеге мы бежали, да, там написано 65 плюс, и дальше не награждаются. Ну, я, конечно, попал в 65, там, выиграл эти соревнования, да, вот. Но ветераны подходят, которым 88 лет, 87. Вот мы видели в прошлом году. И они подходят, подходят, поздравляют и отводят глаза. Я говорю, Михаил, я говорю, ну, я не виноват. А, мне кажется, знаю, о каком Михаиле идет речь. Такой прекрасный, добрый мужчина, который бегает каждый год. Какой раз по счету бежит его? Пушкин-Ленинград, Пушкин-Петербург бегут. 38-й раз. 38-й раз. Да. И вам лет сколько? Мне 86. 86. Да. 13 раз я оббежал полную тридцатку. Я говорю, я не организовываю эти соревнования, и мне неудобно, понимаете, как будто я обокрал их, понимаете? Вот именно в прямом смысле обокрал, мне самому неудобно с этим. Все, что было, там, раздал колбаски, это всем ребятам, кто ветераны. И все ветераны, они пробежали, никому не нужны, просто бродят, понимаете, вот на награждение. Вот, вот что не нужно делать. И сейчас будет то же самое на белых ночах. Вот, и во-вторых, вот, ну, Москва, ничего не говорю, хорошо проводит, да, там, много денег уходит. Вот, но самоорганизация, все традиции у нас были, у нас обязательно ветеранов награждали, всегда награждали. Вот, а здесь ветераны просто как бы забыли о них, понимаете? И всегда награждали, всегда там концерт был даже на, после Пушкина, там, после этого, после Дороги Жизни, да. И вот это главное, понимаете, когда считают ветеранов. Сколько лет держится уже ваш рекорд Пушкин в Санкт-Петербург? В этом году, если не побьет, да, вот, будет 35 лет. С 88-го года, да, 88-го года. В 88-й год, можешь представить? Да, можно сказать. В общем, не было сколько? Ну, обычно, обычно рекорды бьют, кто в сборной страны уже состоит, уже на централизованную на сборы ездит. Я в сборную страны не попадал, я бегал сам, мне даже на сборы, потому что я тренировался один, без тренера, мне обычно говорили с комитета, с федерацией, говорят, ну, ты бегаешь один, ну, и бегай один. Раз тебе нет тренера, то ты сам можешь заниматься. А как вы вообще, в принципе, в бег пришли? Как вообще бег у вас появился в жизни? Семья спортивная, да? Нет, нет, просто я родился на Смоленщине, такой глухой деревушке Емельянова называется, да. И сейчас там осталось два дома. А раньше было у каждой семьи по пять, по шесть детей. И вот мы ходили пять километров туда, в школу, пять километров обратно. И при том по снегу, без дорог, нечищено, все прям по сугробам. Вот, ну, припрыжку со старшими учениками, чтобы не отстать. В общем, каждый день тренировочка по десять километров. Да, это вот вырос примерно с первого по восьмой класс я ходил, вот, кроме лета, двух-трех месяцев все время. Пять километров туда, пять и обратно. Еще после школы, естественно, там добавлял игры, да, футбол. По кенийской системе называется. Ну, примерно так. А как вот именно бег, как дисциплина появилась у вас в жизни? У нас была восьмилетка, и мы потом переехали, перешли в десятилетку, там, это пятнадцать километров, в нашей деревне там было. Ну, и там был интернат, и там, в общем-то, на бег как бы обращали внимание. То есть, ну, просто пришел девятый класс, и у нас учитель физкультуры, вот, ну, представил всех, да, что вот один человек там, ученик восьмого класса, сейчас уже девятого, так же, как и я стал чемпионом области по бегу на километр, там, второй тоже призер, там, это, ну, вот. И, короче, мы побежали, это, побежали кросс, тысячу метров, там, все, отмерено было, правильно. Ну, и я чемпион этого сделал. Корнеев такой был. То есть, сразу, что ли? Да, да, не бегая. Вот, ну, это, конечно. И я сказал, ну, я пошутил, говорю, я люблю шутить иногда, перебираю даже, вот. И получилось так, что, я говорю, что у вас за чемпионы области-то? Вот, вот, а у меня брат был старше, Николай, вот, а он бегал намного сильнее меня, то есть, ну, как в анекдоте почти что, да, тот вообще пьет и курит, и, вот, ну, примерно так, вот. Он намного скоростнее был просто мне, вот, и сказал, что тебе до брата очень далеко от своего, вот, но он, к сожалению, уже умер, вот, ну, так вот. Ну, пробежал, обогнал, и что, тренер сказал, теперь ты будешь с нами бегать за областью? Нет, я просто, просто не тренер, это учитель физкультуры. И просто я обогнал еще своего друга, который, так сказать, Зулина, Тимонин Анатолий, а он тренировался, ну, серьезно начал тренироваться, и вело-заело очень штон. И за год, примерно, ну, за зиму, за зиму он бегал, а я просто шутился, смеялся, ну, не бегал, ничего, как обычно, все, как всех, так вот, просто учился там, вот. И в итоге к весне, когда был опять кросс весенний, когда растаял снег, ну, он просто всех сделал, как это, от стоячих от нас. Я понял, что такое тренировки, даже хотя бы зиму побегать. И вот мы стали с ним переписываться в армию, там уже пошли тоже. Ну, в армию там получилось так, что перед армией я попал, я приехал сюда, в Питер, после сельской школы куда-то поступить было невозможно, потому что у нас половины занятий не было, потому что все больные были, учителя, и уроков половины не было просто. Вот. И, ну, это в России так и есть, да, и сейчас даже такой присутствует. И когда приехал я в Питер, ну, поступил на токаря, потому что через буквально 10 месяцев, ну, было же в армию. Раньше была армия, это, то есть... Обязательно. Обязательно. Ты не мог закосить, как сейчас делают там, или голодают, или там болезни приписывают. То есть ты обязательно шел в армию. Ну, и вообще был престиж. Если ты не пошел в армию, то ты уже считался как бы... Неполноценным каким-то... Да, это в прямом смысле было так. Вот. И, естественно, я приехал куда-то в училище, на токаре просто, что там, получить профессию какую-то, на всякий случай, как говорится. Вот. То же самое там получилось... Тоже, так же кросс, на первые занятия там в этом училище было. Вот. И так же мы зарубились тысячи метров, та же стабильная. Вот. Но я там уже к этому времени уже, ну, так, немножко уже понял, что надо... Иногда подбегивал там, ну, неделю, может, раз или два там. Вот. И так же выбежал... Ну, там уже точно выбежал из трех минут с парнем, который уже после армии уже тренировался там, уже целенаправленно. Он в армии бегал, и после армии тренировался уже у тренера. Вот. Ну, и тренера, это учитель физкультуры, вот это училище 88, на Крупской, там, в Питере, здесь, в Ленинграде, отвез, отвел меня на стадион Ленина. То есть, ну, посмотрел, что там человек, не тренируясь, ну, бежит из трех минут тысячи метров. Вот. Ну, я пришел, там, в общем-то, несколько занятий походил. А это была что, это какая-то была секция по бегу или что это? Да, 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 это тренер, гостренер был, да, Троицкий, Геннадий Михайлович, по-моему. Просто интересно, какой статус был у этой секции? Нет, он тренировал и подготавливал мастеров спорта, все, не просто там. А, то есть, попав к нему в группу, у вас был открыт ворота в профессиональный спорт? Да, да, да. Ну, да, практически. Но там же, вот сколько я там побегал, несколько манеж там, несколько занятий сделал, и весной там чуть-чуть, и все, и нас выпустили, все. И мы на завод уже приехали, на электросилозавод, вот, это в Металстроем, поселок Металстроем, около Колпина, там, да. И там, как обычно, то же самое, вот почему система так же? Куда бы ты ни пришел, везде проводят спартакиада заводы, спартакиада училища, там, все, вот. И ты хочешь, не хочешь, но ты бежишь за цех, там, или что, ты бежишь по лужиной тысяче, там, или... А, то есть, система выстроена так, что? Куда бы ты ни попал, ты всегда бежишь, вот. То есть, все равно тебя заставляют выступать, понимаете? Ну, имеется в виду, не просто бежишь, но, то есть, тот спорт, который ты выбрал, он... Да, да, да. Или это только пробег? Нет, это, пожалуйста, там и гири были, и все, там... Ну, спартакиада там целый набор, да. Ты выбирай, да, спартакиада там все, там, ну, туристическая, там, полоса препятствий, бег обязательно, вот это все. И также я тоже пробежал там, и уже к заводскому тренеру попал Анатолий, озеру Анатолию Ивановичу, вот. Вы всех помните? Да, конечно. Вот он здравствует еще сейчас, правда, болеет, вот, привет ему передаю, пусть выздоравливает. Вот. Он был толкатель ядра, специализация у него такая была мощная, мы говорим, ну, что вы, домашние растения, давайте все, работаем. Ну, такой жесткий, вот, чуть покрупнее вас, конечно. То есть, жирный? Нет, не жирный, он такой атлет был, атлет такой был. И вот, ну, как обычно, мы начали соревноваться, там, перебирали немножко много, перебирали лишнюю скорость, и это, в общем-то, так не очень понимали, что к чему. Ну, общежитие заводское, знаете, какое-то там, если день получки, да, то там гудится общага, плюс еще две женских рядом общежития, два женских рядом общежития, и там все три общаги гудят полностью. Там никакого спорта. Не поспать, ничего, нет, там режим относительный. Так. Раньше часа ночи ты не уснешь. Ём-лежим. Да, да, вот. И вот так вот, ну что, получается, что мне тренер писал там план, а я одно не выполнил, второе не выполнил, третье не выполнил. Остается там уже два-три дня, вот, там тренером обычно в лагерь уезжал, там, на лето с детьми, там, вот, от завода, вот, а я тут и работал, и тренировался. Ну, обычно работал, сначала работал токарем в две смены, неделю в утро, неделю в вечер, ну, и бегал. И бегали, выполнял работы, да, выполнял работы довольно-таки серьезные, довольно-таки сразу, и в гору бегал там по 10 раз, по 1000, и под гору там, и все разные вот эти вещи. Эту работу делал, ну, писал там тренер, правильно? Да, да. Гиревик. А? Гиревик. Нет, толкатель ядра. Извините, для меня это одно и то же. И получилось так. Гидро без ручки. Да, 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 да. Ну, и в итоге я, например, не сделал одну работу, ни темпу, ни отрезки там, ни объем не сделал, да, и остается там 3-4 дня, да, 3 дня где-то до старта. Ну, что я делаю? Я все в кучу собираю там, и по 400, которые я не сделал, и по 1000, которые я не сделал, вот, и объем там сразу сделал. Это студенческая схема. Все в одном, все в одном, все в одном. В ночь перед стартом, да, 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 вот. И что интересно, что я себе по раздельности делал, да, то как бы мне тяжело бежалось, иногда не всегда попадал, вот. А тут пробегаешь более-менее легко. Я к чему говорю, почему я начал бегать один потом? Пробегаешь, ну, и так я примерно не задумывался, примерно лето отбегал, и как бы не анализировал. Ну, начался новый сезон уже с ноября, ну, и так же мне получилось так, что я год проработал, первую-вторую смену, вот так вот, да, мне делали освобождение, потому что там все были спортсмены, мастер цеха был, велосипедист и лыжник, там все, вот. Кто же работал? Нет, в четверг, в четверг с обеда меня отпускали, вот. И во вторник тоже с обеда отпускали, вот. С обеда это уже много, я мог прийти, поесть, отключиться, потому что вставали в шесть часов, и там восемь часов стоишь на станке и работаешь, вот. И поел, отключился и мог сделать работу во вторник, и в четверг такую хорошую, то есть по тысяче, там, по скорости на стадионе, вот. Вот. И потом уже начал немножко, ну, начал второй дневник заводить, и, думаю, начал подводить итоги, там, анализировать. Что хорошо, Анатолий Иванович Лозерова, он сказал, надо анализировать, пиши дневник, все записывай. А вот сейчас никто не хочет вести дневники, вот. Автоматически все ведется. Да, ну, автоматически ведется, и сейчас все, и пульс идет, все, мы сами пульс высчитывали, вот. Мы сейчас тоже берем, так же, динозавры такие, нас называют, вот, динозавры пульс берут, смотрите. Да, точно, да. Вот. Но это, но здесь четко ты чувствуешь пульс, даже наполнение ты чувствуешь какое, не просто пульс, а наполнение пульса чувствуешь. Вот, и... А можно подробнее наполнение, что оно вам дает? Ну, вот пульс берется. Ну, вот бывает, что мельтешит, тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых, нету. А есть, там, бум-бум-бум-бум-бум-бум, сильно идет вот такой пульс. И в чем разница? Объем хороший. А разница в том, что либо слабая сердечная мышца, либо ты уже загнал так себя, что ты уже не пробиваешь пульс. А он уже слабый. Он начинает чистить, количеством брать, потому что не справляется уже с объемом. У нас уже лишнее отойдет. Как будто себя лучше чувствуете. Да, да, да. Нет, просто сердце не справляется проталкивать. Не, не, я имею в виду, чувствуете свой организм лучше, чем если с гаджетами полностью полагается. Да, да, да. То есть для нас это с пульсом, он всегда просто какая-то цифра. Мы не понимаем, смотря на цифру, разница какая-то. Я обычно говорю об этом пульсе. Всегда вот у нас идет такая проблема. Вот, говорю, я бегал, темповый бег 170. Ух ты. Я говорю, ну и что 170? Я говорю, ну вот, говорю, ты бежишь, у тебя собака выбежала, просто отдыхаешь, собака выбежала из-за угла, у тебя пульс 170 будет, да? Ты готов? Ты готов что к этому? Вообще мы, я писал много там в контактах о пульсе, что там в наше советское время складывали себе пульсы. Например, три пробы. Вот три пробы, когда динамика-то берешь, сразу, через 5 секунд, как остановился, сразу берешь 10 секунд, например, можно 6 брать. Но главное, свой стандарт. Обычно 10 берут. 10 секунд взяли, первую пробу. Например, 28 пульс, да? Потом через 30 секунд берем, 10 секунд, да? Тоже уже минут, это, 3-40 секунд становится, да? То есть там было, например, 24, да? Так. И через минуту еще 10 секунд. И смотрим уже, например, там было 28, 26, 28, там 24 и 18, например, да? Пульс. Вот. И как раз видно, что, например, какое занятие? Например, если вы устали, да? У вас, во-первых, первый пульс падает уже не 28, а 24, да? Когда вот вас вырубает, да? И второй, третий пульс поднимается. Вот. 24 плюс, например, 20-20, да? Что это значит? Это значит, что у меня, например, был сороковник типа фортлека, когда я бегал. Я все время бегал. Почему я пробежал Пушкина и почему я бегаю по горам хорошо. Он всегда выступал. Вот. Я все время бегал сороковники типа фортлека. Прокручивал все режимы. М-м-м. Вот. И самый лучший год, 88-й, вот когда я пробежал по рекорду, я бегал без всего, без анабола, без всех лекарств. Даже витаминов не принимал никаких просто. Мне просто было интересно вести себя, чтобы ничего не примешивалось вот к моей функционалке. Только чистый разум и именно разум, а не ум, да? Именно разум, анализ этого разума, как правильно подвестись, как сделать. И вот по пульсу, например, я готовился, ну, например, когда уже выезжал за рубеж, да, готовился примерно, делал несколько сороковников, ну, в неделю. Один сороковник четко. И плюс там посреди недели подводился в четверг, как обычно подводился к сороковнику. Сороковник, мы называем это 40 километров. Да, 40 километров, да, типа фортлека. Не сорок два? Нет, не сорок два. Да просто примерно. Там, может быть, да это неважно. Примерно я бегу, примерно сорок плюс-минус там полкилометра, может быть, 200 метров, 300. Просто почему такая дистанция сорок? Да, сорок два кто бегает? Никто не бегает. А сорок, ну, нормально. Да, нет, нет, не в этом дело. Дело в том, что у меня тогда была уже функционалка настолько, что тридцатник мне не хватало. И моя ошибка может быть в дальнейшем, когда вот я уже освоил этот сороковник, уже бегал, ну, типа фортлека легко, да, мне надо было добавлять, например, уже 45-50, выходить на этому, как вот Масеев Леонид, вот, надо выходить было, добавлять общую функционалку, чтобы сдвиг шел. Ну, вот. То есть вы адаптировались к этой дистанции? Да, и надо было больше уже дистанции делать, чтобы уже... А вот вы этот сороковник, бежите фортлек, у вас как скорость менялась? Есть какие-то вот параметры? Ну, параметры, во-первых, я бежал первые, становился, ну, вообще без разминки, становился и побежал, да, ну, где-то у нас из четырех минут, так, по четыре бежал. Сначала 3-4 километра бежал по 4 минуты где-то, потом включал такую смешанную зону, это в районе 3 минуты, 3,5 минуты, ну, примерно 3,5 минуты. Я не бежал по времени, не бежал по километру. Я бежал, например, раз, я знаю, что я бегу этим темпом примерно 3,30, да, вот бегу первый отрезок 3,30, пробежал, да, вот, раз, потом протрусил где-то полторы минуты, две, да, опять же, по 4 минуты. Это потрусил по 4 минуты. Протрусил, да, да. Потрусил по 4 минуты. Ну, из четырех даже там протрусил, потом следующий бегу отрезок, то есть как бы я по ходу сильно не трушу, вот, медленно, да, я бегу этот сороковник. Это похоже на интервальную работу. Да, да, но длинательно. Потом пробегаю второй отрезок, третий. Мне не важно время, не важно количество, я ловлю состояние, да, по 1000 метров, вот эту смешанную зону, это не 400 и не темповый бег, да, по 1000 метров я наладил вот эту смешанную зону, например, на четвертый отрезок или на третий, обычно на третий, иногда на второй или на четвертый, все там, уставший там или не разбежался, да, чувствую, пошел бег у меня, уже легче ноги пошли, ну, уже такой ход пошел, да, все. Я прекращаю это, включаю по 400 метров, вот. Вот, опять же, это где-то минута 15, да, беру по часам и 45 секунд где-то отдых идет, да. Ну, в зависимости, если зимой, то там побольше, там полторы минуты даю отдых. То есть вы уходите по пульсу там в третью, в четвертую зону и потом опять вниз. Опять бегу по пульсу. Мне нужно получить состояние, чтобы пошло закисление четырех главных мышц, да, именно бегу. Не важно, мне не надо по минуте бежать, минуту и десять. Я бегу, как бежится мне сегодня. Это не вот именно свой. Каждый должен на своем, вы на своем уровне, вы на своем должны бежать. Свой уровень, да, не нужно минуты и количество, да. Вот, бежите, первый отрезок, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, ну, когда объемы делаешь, то там где-то на восьмой, десятый, те уже пробивают, и ты уже бежишь. Свободно катишь и чувствуешь, что уже по ногам немножко идет, это, слабеют ноги уже, как бы чуть-чуть. Только первые признаки, потому что дальше ты иначе, если ты еще сделаешь два отрезка, да, тебе закислят, и ты просто приплетешься домой трусой, да. Так, почувствовал ноги. Да, только почувствовал закисление, все, достаточно. Я тяну, сбиваю эту связь по 400, тяну длинный отрезок, где-то двойку. Протащил двойку, ну, или полторашку, в зависимости от здоровья, да, иногда полторашку, вот, бегу. Вот, сбил эту связь по 400, вторую серию делаю. Вот, вторая серия уже, если первый раз там восьмой, десятый мне выше пробило, то уже вторая серия прошла на четвертый, пятый отрезок, уже опять первые признаки закисления пошли. Я наладил эту зону анаэробную, да, и при том это при щадящей скорости, понимаете, это не то, что на стадионе там во всем, хотя и этот надо делать тоже, я работаю. Вот, и дальше я бегу уже, темповый бег. Опять, мне нужно получить состояние, вот, у меня там есть такая схема рисунка, по рекорду, когда я бежал, там нарисовал схему, потом покажу. Вот, мне нужно, третье, получить состояние, чтобы аэробку, первая смешанная зона, потом анаэробную зону, я так только коснулся, да, вот только коснулся, все. Ну, например, вы то же самое на своем уровне это делаете, на своих скоростях, да, но обязательно получить ощущение, что по тысяче, например, смешанная зона у вас пошел бег немножко, да, вот, значит, наладили эту связь более длинную, да, вот смешанная зона как раз между 400 и вот темпом бегом, вот. И по 400 то же самое. Вот принцип, вот вы только коснулись этого закисления, на сегодня достаточно, на сегодня достаточно, да. И вот неважно, по чем вы бежите, да, вот я могу бежать, вот в горах, вот сейчас бегаю на Вороньев-горе, я бегу по, в гору, да, там, лысая гора есть такая, и я бегу там по 10 минут на километр, но у меня идет закисление, понимаете, и пульс большой, но скорость-то 10 минут на километр. Да, вот так вот, да, вот, то есть это, и тут вы то же самое, должны получить состояние, а не количество раз, то есть мы отказываемся от количества раз и от времени, то есть это не волнует, мы ловим состояние. И дальше мы бежим темпой бег. Темпой бег вот многие, а я пробежал 20 километров, я говорю, почему ты 20 пробежал? А какое состояние тебе было? Ну я мог еще бежать, ну зачем, у меня дома рядом, я уже повернул. Мне тренер написал, я говорю, вы должны бежать, вот вы, это, там, врабатывание, да, идет, потом, это, идем по 400, еще выше, а на аэропе, да, и скорость растет, да, и потом темпой бег, мы бежим темпой бег, уже выровнялись, да, вот наверху. И потом надо обязательно посадить себя вниз, да, обязательно посадить, чтобы ты упала скорость, да, вот, например. То есть успокоится фактически, да? Нет. Нет? Это не успокоится. Это вы себя, да, вы себя переводите в аэробную яму, то есть в аэробное состояние. То есть вы уже, вы должны бежать именно до усталости. Бежите, бежите, бежите. И когда у вас, я бежал, например, по 3.30, там, да, в среднем вот этот темпный бег, да, плюс-минус там по 3.20, по 3.30, по 3.40, в зависимости от какого уровня сезона, да, начальный, там, средний или стартовый, уже когда соревнования идут. Я бегу уже по 3.50, по 4 минуты, да, и я беру пульс, я бежал на пульсе, там, 28 ударов за 10 секунд, это, понятно, 100, 100, сколько там, 16, 178, там, или сколько, 170, да, вот. И пульс падает примерно до 150 уже, вот когда вырубают вас, то пульс падает до 150, и нижний, третий и второй пульс сравниваются. И вот самый такой, я, например, когда я голодал, ну, ловил стену, знаете, вот это. Конечно, очень хорошо знаю. Вот, это хорошо. Вот надо, когда я ловил стену, мне был пульс 22-20-20, то есть я бежал на 28, там, на 170-180 пульс работал, да, вот, и темпы работал так же. Потом мне вырубает, и я приплетаюсь и заголодал. А заголодал, это то, что я добивался. Я, например, бегал примерно, да, полтора месяца, два месяца, то есть 6-8 сороковников, каждое воскресенье, да, готовился, вот это, типа фортлека, каждую неделю. А вы питались вот в эти тренировки? Нет, даже не пил воду. Не пил ни воду, не питался, ничего. Нет, летом к колонке подбегал. Сейчас я, например, прям вот маленькая пауза, ремарочка, ребят, это не инструкция, это история. Личный опыт. Личный опыт. Просто может так получиться, что, знаешь, после каждого подкаста, ну, есть... Народ перестанет пить. Нет, нет. Нет, тебе горят летом обязательно пить надо. Примут просто как инструкцию к применению. Да, нет, да, да. И здесь важно понимать, что, ну, вы, как сказать, с самого детства себя закаляли спортом и бегом, и дальше вы бегали профессионально. А мы, ну, как это, вялые батоны, там, в среднем возрасте начали заниматься, и нам вот такой, как бы, фарт-лег... Нельзя, нельзя. Да, это же сразу больница переполнится больными. Нет, нет, ну, это на своем уровне. Условия на своем уровне. Все правильно. Да. Вот вы как можете перебрать, так и перебираете. То есть... Конечно. Вот именно обозначаете, можно сказать, этот фарт-лег, да. Но правильно я понимаю, что этот тип тренировок, он, собственно, вам позволял на длинной дистанции, как это сказать, себя развивать, правильно? Да. Ну, не то, что развивать, а вот я, когда бегу уже до усталости, да, и ловлю вот это голодание, да, это специально. Почему? Потому что, если мне нужно было выступать, я выезжал весной, летом и осенью, да, в основном. Ну, весной уже в марте там, да, вот выступал уже, начинал выступать до мая, потом летом выступал за рубежом, это уже после 90-х, 90-х годов. Вот. И осенью выступал там, вот три раза примерно за, ну, уже осенью до Нового года, в смысле, уже выступали там. Вот. И мне нужно было подготовиться, вот именно, чтобы я полтора-два месяца мог выступать, да. То есть я что делал? Вот когда я пробежал, например, треть, это, пятый, шестой или восьмой сороковник, и когда я заголодал, вот, прям стену поймал, да, а я все быстрее и быстрее сороковники делал и бежал. И я уже понимал, что уже мне идет легко все, по тысяче, по четыреста, и темпы уже офигаще. А вот эти же, простите, сороковники пробегали за сколько? Ну, самый лучший был, это 2.15, это плюс 7 минут, это 2.22 марафон. Это тренировка. Это тренировка. Да, типа фортлека, тем более. Я не бежал, я не бежал это ровно, равномерно. А вот давайте сейчас сделаем, чуть-чуть назад уйдем, потому что, ну, не все знают, почему у вас такая любовь с бегом. Вот вы после армии, когда пришли, вы же каким-то образом попали уже в профессиональный спорт, правильно? Как это произошло? А вот я не рассказал вам еще. Это вышло так, что когда вот я, меня отвели на стадион Ленина, да, там, вернемся к этому, да, вот, я почти что там, ну, не тренировался, то есть, ну, молодые годы все, находились другие заботы там, вот, как обычно молодежь, вот, по нынешнему тусовке называется. Это спортивная тусовка? Да, да. Не спортивная? Да. И получилось так, что, ну, с тренером, мы, подводящий кросс в Кавголово было, раньше были очень сильные забеги, по 8 забегов было в Кавголово, и каждый забег, это 30-40 человек. Вот представляете, это кросс 8 километров, сейчас помню, бежали. Это дарь мне, вот. И я то ли в седьмом, то ли в восьмом, то ли в пятом, не знаю, в каком забеге я стартовал, да, и там, ну, чтобы быстрее проводить, там обычно через 5 минут уже пускали следующий забег, да, вот, запустили там, вот, все убежали, через 5 минут следующий уже, и так вот, чтобы компактно все, вот. И, ну, там разные же, все заводы выступали, обязаны были поставить на этот кросс все предприятия, да, должны там трудовые резервы, труд там, это, студенты. Прошел старт, мы не дождались финиша этой восьмерки, уже пошел через 5 минут еще один? Да, да, 5 или 10 минут. То есть, фактически бегает несколько дистанций, разные... Нет, 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 там просто это забеги идут, очень много народу, очень много народу. Восьмерку зафинишировали, через 5 минут следующий старт. 5-10 минут следующий бежит. И так 8 забегов. И мне вышло так, что я догнал предыдущий забег. Это мы уже после установили, когда уже на электричке ехали домой. И мне время дали, которое на, ну, естественно, там сколько, на 10 минут больше, да, потому что я последний прибежал в это, в предыдущий. А это вы были первые в этом, но последний кто? Да, 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 да. Ну, так как меня никто не знал, ну, естественно, Анатолий Иванович Уозеров пошел в комитет на понедельник, естественно, и дело стояло в том, что либо я в армию попадаю в спортроту, либо я иду служить. Ну, естественно, вам понадобилось в спортроту. Он сказал, что да, да, естественно, мне нужно было попасть в спортроту. Ну, и, короче, его там, прочее послали, что, говорит, ну, мы вообще не знаем, кто такой, там, Тихонов, и вообще не надо приписывать там, что вы там натренировали кого-то там. Вот. И, короче, я загремел в Германию в учебное подразделение командир танков. Вот, кстати, сейчас был в КСВГ там 70 лет или сколько там было. На тракторе ездили два года, да? Да, на тракторе это 9-10 класс. Гусеничные, да, гусеничные нет. А, два года это в армии, а в школе мы тоже сельский механизатор, права были, колеса на Беларусь. Поэтому вы в танк попали? Да, скорее всего так. Не в спортроту? Ну, то есть не удалось, да? Нет, нет, не удалось в спортроту попасть. Вот не надо так быстро бегать, надо чуть-чуть это... Ну, откуда знаете? Надо с умом бегать. А то в лупили там, понятно, такая история. Ну что, в армии не получилось, да, потренироваться? Получилось. Получилось. И в армии там не оставляют уже покоя. Тоже выступаешь? Да, в армии то же самое. Так тоже, а то кросс, наверное, там всех бегали. Да, да, там приезжали, например, проверки, ну, естественно, чтобы сдать, опять же, Москве, с Москвы приезжала проверка, так же, как сейчас проводят все соревнования у нас с Москвой. Вот. С Москвой приезжают проверки, чтобы там пробежать хорошо. Вот. Естественно, из трех километров делали там два, два с половиной максимум. А говорили, что три? Да, конечно. То есть вы на мировой постоянно бежали? Да, да. Я остановился, стрелял с автомата, металлогранату, и, ну, к несчастью попался там легкатлет, кто занимался там. Он говорит, но ты пробежал со стрельбой и с бросанием гранаты, говорит, по что-то 7.15, что-то, или это, тройку пробежал. Представляете? 7.24, по-моему, мировой там. Чуть-чуть. Говорит, ну, не помню, это тогда было поменьше, конечно, где-то там 7.30, наверное, так вот в то время. Это сейчас 7.24. Вот. Но, говорит, не по мировому же рекорду. Вот. Я к чему говорю? Что все равно, что если есть тебе в душе эта тяга, то ты все равно бежишь. Ну, у нас что? Вот мы не спали, там стреляли, все это. Там была очень сильная подготовка военная. И в итоге получилось так, что, ну, я попал в ГСВГ, группу Советского из Германии, выиграл там кросс по ГСВГ, и отправили нас... Бегали там где-то, по Дрездену? Да, да, около... не по Дрездену, где-то там около... От Берлина, недалеко, под Сдам, вот под Сдам и Кром, там был кросс, вот я там выиграл в ГСВГ, и отправили на чемпионат СССР, естественно, где-то в Таджихистане, где-то в Высокогорье. Вы, ну, вас отправили, в смысле, как военного? Нет, как спортсмена отправили. Как спортсмена? Выступать, да. Отправил кто? За ГСВГ, за сборную ГСВГ выступать кросс. Вот. Ну, так как у нас не было кроссовой подготовки, а тренер нас держал на отрезках, ну, вот 400, вот эта скорость, все, ну, знаете, если вы на отрезках, то Анайруб тебя закисляет и вырубает. Плюс в Сокогорье, там, так же Кистане, по-моему, бежали. Вот, там где-то высота. Не вывез, да? Ну, короче, там я отключился. Ну, и было там перенапряжение сердца, вот, и так потом, вот с этого момента я уже понял, что надо тренироваться самому. А что такое перенапряжение сердца? Как это вообще диагностируется? Это когда приходишь, немножко тяжесть в сердце, да, идет вот, и аритмия идет, так-так-так-так, бум, так вот, Врач поставил, да? Да, и немножко иногда бывает даже, когда ты сидишь, вздыхаешь, и боишься дышать, потому что колет резко, да, боишься вздохнуть, вот это как раз и есть. У кого такое есть, так что это... Нет, ну это еще может быть межребенная невралгия. Да, бывает такое, но тут ты чувствуешь действительно сердце, что прям... Ну если вы там жарили полный... Вот, и когда то же самое, когда вот я уже после армии пришел, то же самое, и тоже перебирал, ну вот сначала там, ну, ну в основном-то выходит, что, выходит так, что все отрицательные эмоции, в основном, да, и вот уже, как у Соколова, так же у меня, отец умер, да, и вот на этих отрицательных эмоциях ты начинаешь готовиться, а выступать надо, да, ты не перевариваешь работу эту, да, а ты бегаешь, и как бы она не идет, не заходит к тебе, вот, ты делаешь, выполняешь тупо эти отрезки, это все, но она не переваривается, потому что психологическое состояние... Не останавливаешься, потому что ты в стрессе. Да, да, стресс, да, и идет вот эта поломка такая, перенапряжение, и там, когда я еще в 79-м году попал в диспансеризацию, мне начали лечить, лечили, там, что ты еще бегаешь? Я говорю, да, бегаю, учусь еще у лесгов-то. Он говорит, так, прекратите, это, хотя бы можно трусить, но бегать, это, работы делать, там, объемы, все, запрещаю вас. Ну, там, посадили на какие-то там таблетки дали, что-то там, вот, ну, я не побегал где-то недели две, прихожу, динамика еще ухудшения пошла, еще хуже, вот, потом говорит, вы еще бегаете? Я говорю, да, бегаю, все, ничего, не бегать, ничего, перестал бегать. Ну, представляете, вот, бегал и сразу резко перестал бегать. Прихожу снимать ЭКГ, мне сразу, не шевелитесь, вот, мы сейчас вас в стационар определяем. Вы мертвый? Нет, да, вы на, ну, то есть, прединфарктное состояние, там, или какое-то. Как шел? Да, говорит, никаких бегов, забудьте, это было после армии 20 лет. А, все, вы себя уничтожили, фактически, получается. говорят, это, говорят, все, вы, говорят, это, никакого спорта, мы вам не дадим ни справки, ничего больше, что все, мы вас запрещаем вообще бегать, вот, и будете просто, это, забудьте, что вы занимались спортом, вот, ваше дело, даже опаздывать на трамвай нельзя. Говорит, так у нас это, типа, в Горилово, нет, трамвай, ну, на автобус тогда, как нельзя опаздывать. Вот, то есть, никакого спорта, спорт противопоказан у вас, у вас все. Я говорю, ну, давайте смотреть, говорю, динамику. Пришел я, у меня была легкая там степень, да, вы, говорю, начали лечить меня, да, я перестал бегать, да, и состояние резко ухудшилось. Они говорят, нет, мы не берем на себя ответственность, мы запрещаем им бегать. Он говорит, хорошо, я все понял. И, я уже, сколько вот, это было осенью, да, мне не допустили до Пушкина, все, естественно, там уже не бежал. А ну, раньше справку нельзя было намутить через интернет? Нет, было обязательно, нет, не было, не было, никто не мог дать эту справку, чтобы, если, да, мы с тренером пошли, хотели это, хотели пройти диспансеризацию, просто в такой больнице обычной, обычной больнице, вы представляете, что там, брадикардия, когда у тебя там 40 ударов, минуту, да, они говорят, все, не шевелитесь, вам вообще нельзя это, мы сейчас вас вызываем в скорую, и все, и, и, короче, без шансов, в обычную лучше не ехать, потому что там, народ вообще не понимает, что такое, если, что такое тренированное сердце, если диспансер, там говорят, да, это нормально все, да, уже понимают, да, то тут уже, вы имеете в виду диспансер спортивный, спортивный клиник, но не психологический, или как там, не дурка, нервопсихология, невропсихология, и как же вы в этой ситуации выкрутились? Ну, я просто, я говорю, хорошо, давайте, я расписался, что я отказываюсь от лечения, от вашего, и я спокойно, без таблеток, начал спокойно бегать, вывел себя уже на хороший объем, да, вот, начал опять бегать с раконики, спокойно, сначала без, без этого, под весну, под весну, это уже прошло полгода почти, что мне. Можно уж, мне важно, вот вы, значит, я поставлю себя на ваше место поставить, значит, мне 20 лет, я пришел в поликлинику, в спортивную, и даже в спортивную клинику, диспансер спортивный, мне говорят, ты труп, все, тебе нельзя бегать, ходить, дышать, сидеть, никакого спорта вообще, забудьте, о спорте там. И я такой говорю, аминь. Хорошо, и пошел сороковки. Нет, нет, не сороковки, я понимаю, который вы сделали, вы помните, сколько это было, с каким темпом? Обычный кросс, там, по 5 минут, это же, ну, пешком просто, там, по 5 минут, по 5 минут пешком. Это не унижение, это подкаст Беквредин. Нет, ну, это да, нет, ну, это по 5 минут, это вообще, считалось, по 4 минуты, там, вот, мы, уже что, постановительный бед. И ничего не беспокоило, вы просто начали так потихонечку? Нет, болело, сердце немножко болело, да. И вы все равно бежали? Все равно потихоньку. Ну, страшно же было наверняка, ну, страшно. Иногда бывало, иногда прихватывало, да, но, но я понял, что если бросить бегать, то... Еще хуже? Будет еще хуже. Во-первых, организм уже не переварит. Понятно. Вот, уже стенки сердца уже растянуты, нужно укреплять. Ну, да, уже гипотрофия миокарда на лицо. Да. И как же, вот, ну, что произошло, когда вы такой, ну, теперь можно, в принципе, мою любимую сороковку? В том времени уже уволили с завода, потому что я перестал выступать. Вот. А кому-то инвалид нужен? Да, 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 просто, ну, как обычно, да. Вот. И, и в итоге, чемпионат города, как обычно, в мае у нас идет. Вот, я вышел, и там второе или третье место всегда там призов был на городе. Там пятерка, десятка обычно бежал, полторашку, иногда тоже, если нужно было зачат. Ну, я попал сразу в чемпионат города, все, на союз, все так пошло, все по новой. За полгода я себе вытащил, ну, не только вытащил, но и там выполнил мастера уже 25 лет, 25 лет я мастера на пятерке, на десятке выполнил, и через год на марафоне мастера с полгода. Но это вы самостоятельно уже готовите? Да, самостоятельно. А как вот, тоже я вот этот переход не понимаю, то есть был тренер, да, соответственно, в какой-то момент вы там понимаете, что да, надо тренироваться самостоятельно? Ну, когда нас с завода выгнали, то тренер остался на заводе. Тренер же не выгнали, когда я попал уже, когда я попал на это, на город, да, мне тогда в 80-м году, это был 79-й год, 80-й, тогда, 7, да, 76-й, 80-й год, я попал уже в сборную Ленинграда, да, и меня уже устроили в армию с хоккеистами там, ну, раньше как это было у нас, не было же профессионалов, да, вот, и уже подвеска, а это было вот как раз, это был 80-й, 79-й год, не, 80-й год был, да, на Динамо мы бежали десятку там, вот, я бежал десятку, и мой друг Нефатов, Николай, был вместо тренера, как бы, у меня пришел, и я уже рассказывал, это как статист, да, и там я занял второе место на десятке, там приехали ребята, это по городу, да, по городу, чемпионат города был, приехали ребята с Кисловодска, вот, и с Щенникова еще, старший, с Щенникова молодой, а старший не сын его, он, когда я занял второе место, он говорит, ну, вы, где вы на подвеске находитесь, я говорю, я, ну, я говорю, я же не знал, что подвеска, это когда ты освобожден от труда, и ты получаешь какую-то зарплату, в советское время было, да, а вы, получается, как-то неядец были, я, я, нет, а я же, это, работал на заводе, понимаете, вот, на заводе работал, вот еще, вот, и после этого, потом меня в армию уже устроили, когда вот я пробежал, это подвеска называется, это, ну, профессиональная подвеска, как бы, ты считаешься, вот, я говорю, ну, где он и подвеска, я говорю, да, я работаю, две смены, я говорю, токарем, я думал, подвеска, это когда ты работаешь и бегаешь, я думал, все работают так же, как и я, за станком, и бегают, да, я почему-то даже, как бы, не спрашивал, да, знал, что на сборы некоторых освобождали, там, выезжали, вот, ну, получилось так, что он говорит, а что, вы еще работаете, я говорю, да, неделю утро, неделю вечер, он говорит, ну, получаю 120-140, зарабатываю, говорю, на токарем, он говорит, мне такая, как бы, подвеска себе ставьте, да, да, он говорит, он говорит, ну, что тогда, ну, если я говорю, а на своем заводе, если можно сделать, говорю, мне же там старший мастер, Иван Яковлевич, вот был, царство небесное, мы, конечно, все время, и вот, в моем цехе был, вот, и, короче, я устроился на заводе, себе, составка уже 120 рублей, подвеска, подвеска, я не ходил, я уже все перестал ходить, да, я уже только тренировался, ездил, и выступал за завод, да, и так все примерно в советское время, все, в основном в армии, в Динамо, и на заводе были в советское время, то есть вы тащили имя завода на всех соревнованиях, союзных, да, и выступал за завод, и потом за город, и, да, ну, то есть если сейчас, там, профессиональные атлеты, вот сейчас, сейчас и проблемы с бедом, они не трудоустроены, там, где-то на предприятии, понятно, так примерно и за рубежом было, то же самое, так же в армии, получают зарплату, вот там, федерации, ну, условно, да, почему, они могут так же бегать, там, за вооруженные силы, за МВД, а, ну, окей, где ты, где ты получаешь деньги, у нас же половина профиля с погонами, да, но при этом, посмотри, какое уважение вызывают люди, которые, вот, как Леонид, работают, там, я не знаю, в Яндексе, в Яндексе, в любой другой компании, там, будучи, там, IT-профессионалами, вот, Лиза, например, Лиза Погуда, круто, понимаешь, бегать наравне с профиками, и работать еще, там, 8 часов, 5 дней в неделю. Как получилось так, что вы пришли в горный бег? В горный бег? Мне просто, я же бегал без всего, без этих. Ну, приехал в горы, там, что, я всегда раз в неделю делал силовой бег. Например, я бегу, ну, смотрю, вот даже, даже сейчас, вот буквально, вот сейчас я улучшил, это, сколько, пробежал 38.08, десятку, да, вот, две недели назад, да, вот, я бегу, чувствую, что вот, перед этим, как пробежал 38, чувствую, что я на стадионе бегу, я начинаю выталкиваться, я толкаюсь, и от этого мне закисляются магии, мне не хватает силовой подготовки, понимаете, вот, я знаю, что я пошел на Воронье горе, пробегал час пятьдесят, побегал, просто спокойно побегал в горку, ну, там, в горку пульс идет уже под, грубо говоря, под сто, сто пятьдесят, сто шестьдесят, ну, сейчас с возрастом у меня, во-первых, очень мощная рубка, у меня больше 160 не поднимается пульс, то есть, мне уже это, возраст, старый стал, вот, и пульс падает, вот такая, насос, насос не такой мощный, да, это, кстати, один из способов, чтобы опустить свой пульс, друзья, дождитесь, просто 60, да, да, у кого там высокий, да, нет, но пульс надо, чтобы он был стабильный, надо держать баланс, баланс силы, скорости, выносливости, да, вот это, если у вас идет закисление, да, ну, вот, как я вышел на этот режим, что, что нужно сделать, в первую очередь, вот вы стартовали пятерку или десятку, вот вы, вы тоже бегаете? Конечно, ну, вот вдвоем стартуют, хоть я не выгляжу, накануне там, ну, у нас такой тест есть, да, если там ограждение такое, если кто там под низ подлазит, да, значит, аэробка, да, вот вы будете аэробны, а вы анаэробны, а вы перепрыгиваете, да, вот через эту, вот так шутим, ну, у тебя аэробка, а у тебя аэробка, когда под низ не хочется, не может перепрыгивать, ну, не хочется перепрыгивать, просто под низ, проще так сделать, через голову, да, а кто хорошее состояние, да, ну, то есть, вот, Тот перепрыгивает. Ну, это шутка, конечно. Но в этой шутке есть доля истины. И, например, у вас мысли такие, что... Ну, у вас аэробка, вы думаете, как протопщусь, пробегусь спокойно, а вы думаете, ну, вот я начну сегодня. Должен пробежать хорошо. Такие мысли уже идут. Вот у вас уже можно только по мыслям, по психологии и по движениям. Как вы разминаетесь, легко у вас идет, а вы тяжело бежите. И получается, что вы стартуете, у вас преимущественно уже анаэробные связи налажены, да? То есть повышенный пульс, да, все. Вы начинаете с пульса, например, 180, да? Уже сразу выработали 180, бежите легко, не дышите почти что. Это мощная анаэробная система, но чем плохо, что идет закисление, и дальше молочная кислота вас врубает ноги, и вы доплетаетесь, да? А у вас наоборот, да? Вы бежите, вроде тяжело, хрипите, да? Но быстрее добавить не можете. Но при этом долго бежит. Да, он, да, бежит, может, долго и тяжело, а пробежал, вроде как и не бежал такой. Мог бы потом, думаю, что мог бы быстрее пробежать. Ну, вот что мог. У вас не поднят пульс, надо развивать пульс. По 400 основные работы, да? Объем оставить можно, да? А по 400 работа, вот опять же, тоже только зайти в анаэроб и опять выйти. Не работать там 10 раз или 20 раз по 400, да? А именно по самочувствию. Вы катаете, как идет сегодня бег, да, у вас? Ну, естественно, по 400 это чуть быстрее, чем 1000, да? Да, вот. Но бежите свободно, не напрягаясь. Да, первый раз, второй, третий, четвертый, пятый, например. На пятой пошло закисление мышц. Все достаточно, на сегодня достаточно. Вот. Вы уже наладили эту связь. Вот. У вас в следующий раз уже будете на более высоком посте. Можете переключиться. Алёха. У него совсем хуже. Понятно. Не надо силовать. Его вырубает, его вырубает, он доплетается и боится дальше стартовать, потому что он думает, что опять сейчас это будет. Вот. Но он, если дотерпел, почему говорю, не нужно сходить, надо добегать. Дотерпел. Если вот вы сошли, вы отстались сверху, да? Эти связи остались. Но если вы дотерпели, вы перевели себя в аэробную зону, да? То есть, когда уже вы спите, хорошо, нормально. Вы уже наладили эту связь, да? То есть, уже перевели себя, и следующий бег вы можете хорошо пробежать, да? Вот. Но, естественно, через день-два вам нужно пробежать, опять же, длительный бег, да? До усталости, до сильной усталости, чтобы вы даже резко как бы сбавили бег, да? Я не говорю, что темповый бег там вовсю, да? Но вы просто бежите до усталости, пока у вас скорость. Вы бежите по пять минут, например, да, до усталости. И уже побежали по шесть минут. И уже чувствуете, что на сегодня вот так вот уже всё. Не лег информацию. Вот, всё нормально, да? Вот вы наладили, получается, вашу скорость вы подтянули к выносливости, да? Не наоборот, можно просто отдохнуть. Вот, вы здесь остались и отдохнули до вашей выносливости, да? Понимаете? Вы опять остались на месте, да? То есть, мы пошли... Прогресса нет. А здесь, да, а здесь вы подтянули выносливость до вашей скорости. А вы наоборот. У вас была выносливость, а скорость низкая. Вот, по 400 вы подтянули до своего уровня. Скорость до выносовости. Да, скорость до выносовости. Как в компьютерной игре. И самое, да. Кстати, похоже, да. И самое нормальное состояние, когда на вашем уровне, на вашем уровне идет баланс к определенной дистанции. Например, пятерки или десятки. Когда вы начинаете немножко тяжело, это когда снизу. Когда сверху, когда у вас перебор скорости, когда вы вверху бежите, сразу побежали, пульс и вас закисляет, отрубает, и все, вы уже просто упали. Ни результата, ни состояния, ни здоровья. А у вас наоборот. Вы бежите ровно и ничего не можете сделать. Быстрее не можете пробежать. Слушайте. Да, сейчас расскажу. И нормальное состояние, когда это идет, когда вы пробегаете, сначала тяжело, потом вырабатываетесь, где-то 400 до километра. Вработались, да. Вы вышли на пульс, например, 170, да. И бежите вроде бы устойчиво. Вдруг кто-то обходит, да. Вас отпускает немного. Отпускает что? У вас пульс был 170, вы переключаетесь на 180 пульс, да. Вот. И ускоряетесь, и держите этот пульс, да. И этот темп держите, да. То есть у вас наоборот был высокий пульс, и вас отрубил он там на 140, да, пульс, и вы не можете бежать уже быстрее, естественно, сбывали. А тут наоборот. У вас есть возможность, вы сделали именно работу по столько, по 400, что вы можете добавить, то есть разогнать пульс свой, сердце разогнать, и значит вы быстрее побежите, и можете финишировать. И ваша задача что? Если вы отстались вверху на финише, да, вот, да, вы такой здоровый, все, теперь я готов бежать, все. Вы отстались вверху, и неделю где-то до следующего старта, да, до следующего воскресенья или субботы, вы хорошо бегаете. Ну, наверное, знакомое состояние, когда хорошо бежите, думаете, ну, сейчас я замолочу в этом старте, там, вот, вот вы бежите, вот вы здесь, вот ваш потолок, и вы где-то здесь, вот так вот, чуть ниже, да, работаете. Вы выхлестуете все, вы не нарабатываете, хотя у вас состояние, вы хорошие работы делаете, даже полично может пробежать что-то, да, но вы здесь находитесь, да, вот в этом, около потолка. И наоборот, когда тяжело, почему, почему я говорю, что с раконик, вот темп добежать до конца, чтобы вы перевели себя вниз, а не остались где-то посередине, или тем более вверху, да, вот вы перевели себя вниз, когда скорость упала, да, вы ровно, вы начинаете работать эту неделю в накоплении. Я там делаю, опять же, по 400, опять же, в гору обязательно силовую делаю, потому что я ничего не принимал, запрещенных никаких препаратов, так что, вот, обязательно вкручиваю вот это. И в четверг, под дневниками обрабатывал по своим, там, за несколько, там, десяток лет, идет подводка, не больше, весь город, например, подводился в среду, а я всегда приходил в Манеж, когда, ну, в советское время, да, в четверг никого нет в Манеже, классно. То есть вы еще ближе делали, расстроение. Да, да, еще ближе, да, потому что я, но я делал очень большую нагрузку, даже ближе, очень большую нагрузку. Вы можете, вот, например, как сказать, можно, например, переотдыхать, да, сделать один лишний отдых, да, и вы уже выскочите, да, вот, когда вы накануне, например, в субботу, да, вот сегодня уже вас прет, да, ну, как прет, бежится, вообще классно бежится, думаете, вот, классно, вот, вы начинаете завтра легко, вы уже за сутки, у вас съедает, ну, вот, по последним данным нейронов, да, что это пик, как вот, ну, мы всегда, вот, в комментариях мы пишем, кто как, вот, на уровне сборной, там, это Большунов, Устюгов, вот, все, все вот эти лидеры, да, которые, когда прилетают под водки, да, также в биатлоне, вот, вот, я все время пишу, ребята, ну, вы, вы выходите, молодцы, вы вышли на мировой уровень, функционалки на мировой уровень, но реализовать этот функционал, мировой уровень, не всегда получается, а получается так, случайно, вот, как Вяльбе говорила, что какие-то качели, качели, то один раз хорошо пробегают, вот, хотя думали, что у нее, хорошо пробегают, второй раз плохо, да, вот, что получается, они пробегают хорошо, до этого она пробежала плохо, да, не хотела бежать, что плохо, она нажралась, вот как ты нажрался, да, внизу. Всё, ты добежал, там, сопли там, и всё, да, не можешь дальше бежать. Думаешь, какой бежать, какие старты там? Ну, ищешь предлог, чтобы не бежать, потому что ну, стену такую поймал, что какой там бежать, надо отдыхать, да? Нет, как раз вот это идёт сдвиг в этот момент. Вот, если вы выступаете, идёт сдвиг. На своём уровне, естественно, на своём уровне. То есть, другими словами, если применить эту... Организм ничего не отдаёт, просто так. Нет, я хотел сказать, что вот вы сейчас даёте некую обратную связь для наших чемпионов в лыжном беге, да? Да. Вы считаете, что там есть запас, чтобы ещё сильнее его делать? Хотя они, в принципе... Они не управляют этим процессом. А, не управляют? Не управляют. Нет. Я не буду называть фамилии тренерского состава, но основные. Вот люди, которые именно подводящие работают. Все делают интервалки, бешеные интервалки. И вот перед Олимпиадой видно было, и вот. Можно зайти в контакт, у меня посмотреть, там все вот эти разборы идут вот. Ну, давайте... Мне просто любопытно. Вот пусть это будет критика дружеская. Ну, почему? Не критика. Мы хотим помочь. Это наоборот помочь. Вряд ли мы сейчас кому-то поможем из этой сборной, но просто нам любопытно понимать... Нет, почему? Почему? Ко мне, когда я сказал, что... Большенов сказал, что если вы не переведёте себя в аэродную яму, вниз, да, то вы встанете, как копанные на пятнашке разделки, да? Вот. И они решили отдохнуть, когда я после уже узнал, да? И потом я на работе был и уже узнал после, что... Так, Губерниев говорил, что вот куда-то пропал Большунов в гору, он должен был подняться, палку сломал или лыжину сломал, или упал, что... Что случилось? Он встал просто. Вот это то, что предсказали. Да, он встал и еле добежал. А нужно было что-то сделать? И наутро мне прислали Большунов, не знаю, не сам может, кто его там, это... Вот. Большунов, там, это... Все червотки, знаете, все прислали в друзья мне заявку. И женщину тоже самое прислали. Вот. Не отдыхать надо было, значит. Нужно было не отдыхать? Нагружать себя еще. Он остался вверху, да? И еще просто отдыхал. Ну, здесь перевести тяжело. Я почему говорю, когда на соревнованиях ты бежишь, ты должен перед финишем посадить себя. Обязательно посадить, перевести вниз. Ну, то есть он должен был сбросить на финише. А как... Наоборот, посадить, чтобы тебя выключило немножко. Но чтобы не сожрали соперники. Выключить, перевести себя. Сейчас это... Вы простите меня, я в сленге не... Когда вырубает пульс, и ты... Пульс падает у него, и тогда он доплетается. Вот это правильно. Ты перевел себя вниз. И снизу ты только можешь подняться вверх. За сутки, за сутки, вот по исследованиям, по последним исследованиям, на нейронном уровне, да, получается, что когда ты вверху, вот вверху, за сутки, это энерготрата организма, в основном нейроны сгорают, да, вот когда ты в пике отстаешься, да, 20, 26, 28 процентов. А когда ты внизу, ну, в нормальном состоянии, то есть в аэробном состоянии, 8 процентов, три раза выгораешь. Ты просто в прямом смысле выгорают нейроны. Вот те за сутки, даже вот за одни сутки, даже за ночь, потому что вот многие, ну, там можно ВКонтакте почитать комментарии. Женщины там готовятся, там и мужики готовятся. Ну, женщины обычно. Так хорошо мы потренировались, вот все готово, все звенит, то есть звенит человек, ну, вот сегодня звенит, завтра бежать, да. Вот хорошее состояние, такое здоровье, такое состояние, все, завтра всех порвать. Тренер говорит, ну, наконец-таки мы вышли на уровень, да, который мы готовы сейчас выполнять, даже это официально объявляю, но она выходит, мы готовы, мы готовы выполнять все. Она хорошо выступала, она уже была вот за сутки, за сутки все теряла, просто выходит, со старта несется, пол дистанции даже меньше, и дальше 20-е, 40-ое место ставят. И не понимают этих вещей. Леонид, простите, давайте не хочу показаться тупым, я не понял, что вставляет, и что возгорает, и выключает. Вот дайте вот просто обычным... Это когда пульс падает? Смотрите, вот вы говорите, значит, Большунов валил, вот, значит, у него финишная прямая, он там дерется, в общем, что ему нужно было сделать, чтобы он не выгорел полностью, а еще стартанул, и на пятнашке не встал? Вот что он должен был сделать на финише? Это вот, есть, моя задача такая, что бегут, надо на завтра отставить, да, завтра старт, да? Ну, лучше просто добежать спокойно. Вот, добежал, отработал, остался вверху. За ночь ты практически не спишь, тебе все вот так вот крутится, то ли спал, то ли не спал, ты выгораешь, выгораешь, вот, 28%, 26-28% вот от энергетики, от всего организма. Так, понятно. То есть, ты выгораешь, нейроны просто перегорели, они как лампочки там горят у тебя, ты просто... Это понятно. Да, ты стартуешь, и это... Как надо. ...вырубает. Нужно обязательно бежать так, чтобы в конце ты мог себя немножко перевести себя вниз. Как перевести? То есть, ты должен бежать еще сильнее на пределе, чтобы тебе закисело, вырубило немножко, но чтоб не съели соперники. То есть, грубо говоря, ты на последних 300 метрах выкладываешься за 100 метров... Нет, нет, ты должен, ты уже знаешь себя, за сколько, 300 метров или за километр, а кому и за два надо уже работать, чтобы вовсю. Нет, я все никак не говорю. Ты понимаешь, нет? Я понимаю. Можешь мне объяснить своими... Смотри, речь идет... Вот на уровне, да, на уровне любителей у меня... Речь идет про то, что Большунов в течение гонки шел со своим... Ну, там, грубо говоря, он был лидером, вот, и не дошел до пика своего... Не, он дошел до пика, но и остался там просто. Да, он не напряг, спокойно вот... Да, в общем, он не напрягался, он не напрягался, и мог еще быстрее это сделать. Да, да. Понимаешь, то есть он и так выигрывает. Быстрее надо было вырубать. А Леонид говорит, что надо было еще быстрее. Вырубить себя. Да. Не смотреть ни на кого. Вообще просто вот на финише упал, и все нахрен, вот, и типа, но при этом... Не упал, а вырубил еще до финиша его, чтобы он уже там... Что имеется в виду? Чтобы разложить силы таким образом, чтобы не... Вот до финиша все-таки дойти, и тебя соперник не нагнал. Но при этом... Да, вот именно рассчитать. Умереть до того, как ты уйдешь в финиш. Да, да, да. И в этом случае ты себя таким образом переводишь в аэробную яму. Нет, в аэробную яму, да. И тогда меньше сгорает этих... Вообще не сгорает. Вообще не сгорает. Нейронов. Нейронов, да. Вообще не выгорают, и ты начинаешь тяжело. Вот. Вы понимаете, вы запускаете новый уровень, вы уходите на новый уровень энергетики, да? То есть организм думает, что опять то же самое, что было, вот только сейчас умер, и это опять... Опять это будет, да? И он включает резервы. То есть запредельные резервы, которые... Ты бежишь, сначала тяжело, думаешь, сходить надо или что-то еще. Вот. И в итоге получается, что тебя просто отпускают. И ты прешь, несешься, короче, вообще предела нету, да? Ну, если ты себя уже тут не можешь загнать, тут ничего не сделаешь, понимаете? Здесь уже... Вот ты выходишь на такой уровень, вот как я Пушкин бежал, Санкт-Петербург, мне было пофиг, я офигачил, вот третью пятерку, 13.59. Пробежал по ходу. Я правильно понимаю, что после таких тренировок, и в принципе... Ты выходишь на новый уровень. Да. И у тебя, в принципе, ну, твой мотор не ремонтопригоден через какое-то время, да? Ну, вы же себя таким образом, каким-то образом, сильно нагружаете, да? Да. Вы уже, там, у вас и перегородка с два пальца. Нет. Это не про здоровье. А, ну, как вам сказать? Ну, а про здоровье, это когда тебе говорят, не надо заниматься? Нет, 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 я сейчас по-другому. Я сейчас просто делаю акцент на том, чтобы завтра ребята, которые побегут быструю сороковку или двадцатку, чтобы они понимали, что это все равно имеет какие-то последствия, правильно? Во-первых, это идет разговор, перебью вас, идет разговор в том, что каждый должен бежать на своем уровне. Если ты бежишь, вот вы на своем, вы на своем, и вы решили достать его, да? Он сильнее, да, немножко бежит? Или нет? Или наоборот, он сильнее, да? Вот вы решили достать его, да? И вы с ним бежите, это вам пользы не принесет. Понимаете? Вот, если каждый раз вы будете все с ним, с ним держаться, да? Вот, я не знаю, кто, вот, вам придется бежать. Вы должны на своем уровне бежать. Не надо, вот это ложное такое эго, которое не нужно это делать, вы не будете расти. Вы будете... Но все равно, как будто профессиональный спорт, это, ну, как будто немножечко не про здоровье. Понимаете, если сделать нормальную базу, нормальную базу, почему говорят, что вот это, молодежь не попадает в сборную страны? Опять же, вот мы рубились в этом контакте, да? И все пишут, вот, это плохо, там, молодежь, детей, там, гонять, быстро, очень, это, с юных лет, там, с шести, с пяти лет, да, там, кроссы бегать, там, большие объемы, ну, многие же делают, это большие объемы, тренинг, как в футболе, там, всех детей, там, гоняют все, по максимуму. Что получается? Все, кто чего говорит, но никто, никто не обосновывает, понимаете, как выйти из этого. Пушкин, Санкт-Петербург, вот этот забег. Когда в 88-м году? А вообще, когда первый раз вы побежали? А это было престижно. Во-первых, это самый такой, все самые сильнейшие стаеры, да, должны были выступать. Это был самый такой культовый старт в советское время. Все сборники должны, самые сильнейшие, все бежали, все выигрывали. И это было настолько серьезно, что я помню первые старты, когда я пробежал Пушкин, Санкт-Петербург, то есть Пушкин, Ленинград, Ленинград, Пушкин, да, вот, Пушкин, Ленинград, вернее, пробежал. И обычно после всегда в бане нас отвозили, да, и, ну, обычно там ветераны, там, ну, как обычно, выпьют там немножко, ну, стопочку там, или пиво там, или, вот, что-то покрепче, вот, и разгораются, кто как тренируется, что там, это что. И обычно вот ветераны, ну, там, это, и вот я помню, когда там один парень говорит, да нет, ну, что вы, это все хрень, вот, надо бегать вот так тренироваться, так и так, а не так, говорит, сколько имеешь на тридцатке? Он сказал, говорит, вот сиди и молчи, понимаешь, жестко так, иначе можешь получить и в лоб, понимаешь, вот, мне почему-то, это так, врезалось в память, что, что все-таки, прежде чем что-то сказать, надо иметь результат самому, да, вот, тогда ты можешь говорить. Расскажите, как у вас подготовка проходила, потому что, вот этот рекорд, который, как мы уже выяснили, 35 лет держится, там, мало кто вообще может поступить. Все, кому подробно надо, могут все это узнать. Открываем дневник. Все, документальные записи, ничего, от себя тяну. Чемпионат СССР, это подклеил, запах идет, да, вот, так, так, 8 сороковников пробежал за сезон, да, вот, типа фортлека, да, 38 стартов, из них примерно 35-36 пятерки, десятки, да, и там два марафона или что. Чемпионат по легкой атлетике, СССР, город Киев, это был 88-й год, мы еще тогда не воевали даже, вот, 28-29, вот, и пятерка, 13-45, шестое место. Давайте так. И написали, что я сошел, но, да, Пушкин сейчас найдем. Нет, ну, вы наверняка помните, у нас не то, чтобы сейчас, мы вам верим, нет, выглядит, выглядит очень, круто, на самом деле, ты знаешь, такой кусочек истории. Мне, кто хочет, может посмотреть вконтакте, там, в комментариях. Очень интересно, знаете что, вот, тот старт, вы сколько вообще пробежали этих забегов с Пушкин, в Санкт-Петербург, помните? Я не считал, знаете, даже не считал. Я просто слышал, что, ну, среди, скажем так. Я на второй год выиграл опять, там, да, вот, а потом уже уехал. А сколько раз вы выигрывали хорошо его? Два раза все. Два раза. А так все время в призах. Практически сколько бежал, всегда в призах. Мимо призов не было. Получается, что вы установили рекорд, это во второй раз, да? Когда победили? Нет, первый раз. Первый раз. Второй раз уже хуже немножко пробежал. Но откуда дури, дури столько было? Вот, смотрите, понедельник, 42 километра. Да, да. Типа Фортлека. 96 километров. Да. Нет, вторник, вторник, это вот, раз, вот, раз, два, три, четыре. Давайте я прочитаю. Да, прочитайте, да. Я открыл дневник, значит, здесь написано число. Подводка, подводка, как стартовать. Я не считаю, что написано, здесь просто идет секретная информация, вот, просто буду читать цифры, значит, 19 числа 42 километра, 20-го 20 километров. Восстановительный бег, да. Это восстановительный. Да, да. 21 число 26 километров. И подводящая работа в четверг. В четверг 32 километра, это подводящая. Ну, нет, 12 раз по тысяче, в гору и под гору, да, вот. И вышло плюс 3 километра темповый бег, опять же, до упора, чтобы пульс, вот, три пробы пульса, да, у вас. Да, 26, 20, 20, вот вы про нее рассказывали. Да. Значит, 23-го числа у вас... Это готовил документы на выезд, там, не бегал. И вот, это, тестовый отрезок, 1000, смотрел, какое состояние. 12 километров пробежали 24-го. Пульс, пульс, смотрите, пульс. Пульс вижу, да, ух ты. 15, 13. Да, это вообще, это считается вообще идеально. Да, я посмотрел, что пульс восстановления, вот именно нижний, там, 13 ударов, это 76 ударов, это я пробежал примерно на 2,40, там, 2,45, 2,40, скорее всего, 1000 темпом, да, таким. Вот, и я сам себе сказал, что восстановление классное, значит, я завтра бегу, ни на кого не смотрю. То есть, у вас, вы посмотрели... Это тестовый, да, отрезок был. У вас все хорошо. Если бы было у меня, например, 16, 18, 16, я бы уже бежал с толпой, вместе всеми не дергался, я просто отработал бы этот тридцатник, это было не... А здесь именно ты смотришь, вот эту тысячу, я тащу, ну, например, тащу там 3 минуты, да, например, пробежал на 2,40, да, неважно, сколько там пробежал, 1200, например, пробежал, да, вот, но и смотрю, пульс беру, да, беру пульс и смотрю восстановление. Если восстановление у меня слабое, то есть 18, 16 где-то, да, то... Значит, я смотрю, вы пробежали за час 29,55, и заняли первое место, и написано, что получили цветной телевизор Радуга 304D. Который не влазил в машину, он здоровый был еще без этого, никуда. Спрашивается, на хрена бежал? Это ламповый, ламповый. И получилось, что за неделю вы пробежали всего-навсего 165 километров. Казалось бы, да? Это одна неделя до старта. Да? Вот подводящая. Я уже 42 километра бежал, как просто хорошую работу делал, свою работу. Но это не значит, что вам нужно бежать. Вы можете бежать 10 километров. Мы сейчас с вами разговариваем, как с легендой. Но подождите, Леонид, тут еще важный момент. Значит, вот вам подарили телевизор цветной, да? Это вот один раз. А второй раз? Нельзя было купить телевизор. Вы тоже телевизор подарили, правильно? Да. Второй раз когда выиграли. Куда вы второй делили? Ну, второй на полупроводниках уже был, как у Чапаева. А, уже посерьезнее, да? Да, но без пульта еще. Типа на плоскогубцах? Нет, вот этот на плоскогубцах был. Длинная палка шла в комплекте. А тут уже было это, уже сенсорно это нажимал, там кнопки такие уже, которые от электрических. То есть фактически получается, что вот этот вот забег, пробег, как его правильно называть, это была элитная гонка, где участвовали самые сильные спортсмены с Союза. Да. Союза или только с Питера. Союза и за границей даже приезжали. Да, выступали. Как считаете, вот сейчас возвращается вот это, ну, некий вайп этого забега, вот в современный я имею в виду? Вот я обратил внимание, что у меня вышло за год где-то 35-36 стартов на пятерке-десятке. Это вот, грубо говоря, 35-34 старт, это точно, 5-10 километров, которые из трех минут. Вот этот общий объем стартов на стадионе, когда ты на тренировке, ничего не сделаешь подобного. Это когда произошло? Вот с начала сезона. Вот этого? Нет, это в 88-м году перед рекордом, вот перед этим, да. И вот там можно открыть назад, пролистать, и там у меня серия стартов, буквально, где-то до рекорда это, где-то с месяц, полтора месяца, месяц-полтора, там старты 28, 28-21, 28-29, 28-28, 13-37. То есть эти старты тоже имели значение в этом рекорде, правильно? Это не имели, я уже бежал по 3 минуты, просто аэробно, аэробно бежал по 3 минуты. Просто бежал, получается? Просто бежал, мне казалось медленно, и я пошел 3-й. Давайте еще раз попробуем тогда. Вот сейчас до сих пор этот забег проводится. До сих пор все равно он собирает людей, они приезжают, они бегут, и вот с каждым годом, вы же все равно участвуете, там, бежите на какую-то дистанцию, вы чувствуете, что возвращается какая-то популярность, флёр, или это уже потерянный вот этот вот дух этого старта? Вот смотрите. Вот вы как человек, который бежали и в советское время, и в России, вот в современном... Что сейчас для вас, сейчас, по вашему мнению, во что превратился забег этот? Ну, забег превратился, во-первых, вот Алексей Соколов, да, рекордсмен по марафону, когда он бежал, но он подводился к марафону, вот, то же самое, подбежал 30-ку, это как было вот вместо сороковника у меня, Понятно, да. Подкаст с Алексеем у нас есть. Да, вот, и он тоже самое это делал, но он делал только где-то это за месяц, или там за три недели одним, да. Он бежал тоже на пределе, все, понимаете, работал, чтобы именно, по-русски говорят, нажраться, именно на дистанции. Потому что, чтобы, если бы он пробежит легко, да, вот этот 30-ник, да, он понимал, что он пробежит легко, эти три недели или месяц он будет делать очень хорошие работы, которые не будут идти в накопление, а будут выхлестывать себя, понимаете? Вот, самое плохое состояние, это когда бежится, когда вы поймали, эйфорию, вот все говорят, поймал, надо ловить эйфорию. Эйфория, это нужно ловить выход, как там, из комфорта. У нас вопрос, он как бы сейчас больше про забег. Да. Он про то, что... Про ощущения. Про ощущения от забега. То есть, смотрите, у нас сейчас появилось большое количество забегов. Московский марафон, ночная там десятка, пивная мили, что угодно. Это Пушкин в Санкт-Петербург, или Пушкин-Ленинград, как раньше назывался. Это самый старый забег в Советском Союзе, в России. Даже в мире третий. Один из старых самых в мире. Вот, вы участвовали в этом забеге в советское время, в России, в начале, и сейчас. Вот вы можете сказать, куда движется этот забег? Он все еще имеет какой-то дух, вайб, куда нужно приходить, потому что это уникальный забег. Или он в какой-то момент уже сдулся, и это уже просто какая-то пробежка непонятная? Ну, во-первых, у нас весь спорт сдулся. Так. Легко отлететь. Хорошо. А начал он сдуваться, могу совершенно точно назвать, даже числа, которые пошли. Интересно. Вот, когда было, бежали еще в 80-х годах, после Олимпиады, да, когда наши выступали хорошо, сборные страны, бежали по 27-30, там, Анти, Пселик, все, Валера Абрама, вот рекорд на пятерке, пятерке до сих пор у него стоит. Вот. Такая была школа хорошая. И наши чиновники в Москве или где какой-то журнал иностранный посмотрели, да, и в этом журнале они прочитали, что за рубежом пошла тенденция, а у нас же все хотят смотреть на Запад, это сейчас вот перестали только смотреть. Вот. И что надо омолаживать спорт, вот. И как раз я вот выполнил только мастера спорта на пятерке, на десятке, да, и на марафоне через год, да, омолаживать спорт больше до 25 лет, чтобы были все в сборной страны. И что они сделали? Они просто не допускали до чемпионата страны, кто бежал, все старое поколение еще Валера Абрамова бегал, вот, последнее мне даже здесь есть еще, с Валерой я бежал в Сочи, вот, он выиграл мне две сотых секунды там, вот, на финише, так что скорость была еще хорошая. Я к чему говорю, что вот это омоложение, которое они сделали, искусственно провели, а как искусственно? Мне, например, вот я в армии числился, да, мне сразу на чемпионат страны я не еду, на вооруженку я не допускаюсь, понимаете? Только округ здесь могу в Питере пробежать, и то по блату там, кто пустит, понимаете, свои пустит. Вот, все, мне сразу, да, вот только выполнил мастера на трех дистанциях, да, и сразу отрубили, это на марафоне, да, вот, и мне пришлось переправить день рождения с 56-го на 59-го в удостоверении прапорщика. Вот, тогда я только имел право выступать на чемпионате страны, и... это нарушение... это нарушение... Да, и вот с 82-го года не на спартакиаду никуда не допускали, потому что вот я перешел, а всех обрубили сразу, и что получается, вот я выхожу на соревнования в Петербурге, да, они говорят, ну, это Советский Союз, говорят, а ты можешь бежать, я выхожу, выиграю это, но меня не обращают, ты, говорят, все равно нам не конкурент, потому что все равно ты не будешь выступать на России нигде, и все это сошло до 30 минут, десятки, как и сейчас, да, вот, то есть убрали, разорвали эту связь поколения, когда, вот, когда ты видишь, человек пашет, и ты вместе с ним, вот, молодежь, почему я говорю, что нужна вот связь поколения, чтобы видели стариков, видели народ, как работает, вот, когда ты видишь, что человек это может делать, вот, буквально парень, например, Соколов там, или Валера Абрамов, да, когда видишь, и молодежь выходит на это, уровень, потому что этот уровень держится, но если этого нет, они убрали резко, пошло сразу спад, и этот спад до сих пор идет, вот, мы не можем никак очухаться от этого. То есть это некая цепная реакция, да? Да, да. Ну, по этой причине и рекордов, наверное, нет у нас на том же марафоне. Никитин сейчас выходит уже, вот, ну, Никитин вообще, как будто бы, отдельный, какой-то уникальный. Нет, но все равно он вышел на этот уровень, он вышел на этот уровень, ему, конечно, сейчас не нужно марафона пока что бегать, вот, потому что нужна скорость, скорость, скорость. А что вы можете сказать про этого бегуна удивительного? Что вы скажете про Никитина? Ну, я могу сказать одно, что он сделал очень большую работу, которую, в общем-то, никто не делает, чтобы, вот я пробежал, я пробежал за счет своих сороковников, которые никто не делал, типа фортлека не бегал, да, и бегал без всего, без анабула, без всего, ничего не делал. Хотя в то время мне говорили, хотя так хотелось. Нет, ты, да ты достал уже своими подводками, ну, подводку, под вино, подводку, мы шутим там, да, вот, я говорю, ты достал своими подводками уже всех, неужели непонятно, у кого больше шприц, тот и бежит, понимаете, ну, это вот как, это было, это было, и так, это понятно, и было до тех пор, пока они стали уже брать допинг-контроль на сборах. А что про Никитина? Тогда взяли, уже все. Про Никитина, это что? И тренер очень грамотно его ведет, очень грамотно ведет. То есть здесь просто, как это, командная работа, талант, или что? Талант, это однозначно талант, но это работоспособность, прежде всего, работоспособность. Ну, то есть это, получается, как бы сошлись много-много факторов в одном Никитине, это и тренер, и его природные. Они не могут сойтись, они не могут сойтись, его бы, либо загнали, либо просто он не вышел бы на этот уровень, да, значит, именно не сошлись, они ведут грамотно его, понимаете? Это не может. Они управляют этим процессом и ведут. Так же, как и Большунова ведут, так же, как и Устюгова. То есть надо хранить, как говорится, это у себя, как зеница ока. Бриллиант. И вот с Никитином надо, чтобы уже поколение цеплялось и работало. Все вместе, все видели, тренироваться в сборной, чтобы все пошли. Именно с ним работали, тренировались. Иначе нам не выбраться просто. Никак не выбраться. Это крик души к федерации, да? Да, да. Смотрите, кто у нас есть. Дайте ему возможности тренироваться. Дайте молодежи вместе с ним тренироваться, чтобы они видели, что эти нагрузки, они могут то же самое сделать. Выйти на объем, на эти скорости. Вот что нужно делать. И это не будет, это не работает до тех пор, пока у нас не будут стартов на стадионе. У нас нет стартов. Вот я Соколову Алексею говорил. Он говорит, ну сейчас я попробую. У него же не хватило всего 45 секунд до моего рекорда. Вот. Самый лучший результат он. Вот. Я говорю, Алексей, все равно, говорю, ты не пробежишь, пока не будешь на стадионе стартовать. А он уже ушел в марафон больше, и уже все. Говорю, ты не пробежишь, потому что вот эти 45 секунд, ты никак их не преодолеешь. Он говорит, нифига преодолею, все увидишь. Я говорю, я тебе, говорю, бьюсь об заклад, что ты не побьешь. Если только побьешь тогда, когда начнешь с пятеркой десятку бежать, с сезона стартовать, тогда другое. Но там уже пошли деньги, уже марафоны, понятно, уже не перейти. Ну, он правильно это сделал, но это не побить. Я к чему говорю? Что у нас ушли старты на стадионах. Все ушли старты. Вот сейчас я организовал, уже мы сами за свой счет на космонавтовы делаем старт именно в четверг. Подводящую работу. Это как подводящая... Это каждый четверг? Нет, это первый четверг и последний четверг месяца идет. Кто-то может прийти к вам. Любой может заявиться, прийти, все. Через вотайм. Тысячу бежите там или сколько? Нет, бежим полторашку, тройку, пятерку. Это уже разное. Например, полторашку первую неделю. Через неделю бежим тройку, потом пятерку. Вот вчера я бежал, позавчера четверг, я бежал пятерку. Пробежал там. Двадцать, там сколько? Двадцать четыре человека стартовало. Двадцать четыре. То есть, в принципе, любой человек может вам туда присоединиться. Во сколько это начинается? Восемь часов вечера. Восемь вечера. Да, полвосьмого, восемь мы стартуем. И сейчас многие уже почувствовали, что вот это дает прибавку в скорости. Ну, стадион это скорость, тут уже другого никак нечего. И каждый на своем уровне выступает. И если что, вы можете проконсультировать. Я говорю и под этим, зачем это нужно? У кого что как? Там идет консультация и после, и до. Вот мы бегаем даже, разминаемся, и всем рассказываем, что как. Как вот вам сейчас? Как называется этот стадион? Космонавтов. Соро всем. Стадион космонавтов. Леонид Тихонов. Легенда. Приходите. Первый и последний четверг месяца. Соревнования на стадионе. Мне кажется, даже ради любопытства можно прийти. Первый и третий, по-моему, даже наоборот. Первый и третий. Первый и третий неделя. Нет, но я, знаешь, я бы советовал подписаться на страничку ВКонтакте, да, Леонид Тихонов? Да, да, там все комментарии, там все, вот то, что я рассказываю, вам все есть. Там можно прочитать и все разобрать. И на самом высоком уровне, в смысле, со сборной стороны, да. И именно это не просто вот какая-то, вот, ну, как мы абстрактно разбираем. Мы конкретно после старта разбираем, что не хватает, что надо было сделать, почему это произошло, и как исправить. Понимаете? Но почему-то многие, вот я и со стюгом тоже переписывался, уже последний, я говорю, ну, все, он пишет, вот, хотелось, ну, еще год, да, два года назад я пишу, он говорит, он пишет статью о том, как он решил бежать спринт, да, он говорит, ну, я с вечера решил, что буду сидеть в толпе до последнего, и потом в гору я дерну, дерну и выиграю этот забег. Понимаешь, хорошо, это психология, понимаете, если он говорит, что уже я буду сидеть там и потом спокойно дерну, это он уже вверху, уже ночь вверху, уже выгорает, понимаете. Вот. И в итоге он стартует, решил все-таки проверить себя и дал сходу сразу. И в итоге, когда эта гора подошла, его все обошли, понимаете, он встал, просто встал, вот, и не понимает, в чем проблема. Я ему написал, почему так это, он говорит, не понял все равно. Ну, рассказал, что вот, как вам рассказал, да, вот, рассказал, я говорю, ну, вот, я говорю, если вы будете вот на пределе выступать, переводить себя вниз и там, ну, не знаю, дошло или нет, он мне не ответил, да, вот, я написал вот эту статью, которая вот тогда ему, и пример. Но в итоге он вот начал работать, то есть на пределе. Вы видели, как он стартовал, он понял, и пошел результат, понимаете. Я не говорю, что это я воздействовал, но факт был, он резко отличается от его дальнейших стартов. Очень хотелось бы верить, что... Да, если, ну, понимаете, вот эта вещь, ну, проверенная, отработанная, и она не связана с какими-то лекарствами или с какими-то запрещенными или незапрещенными препаратами, это ты ловишь суперкомпенсацию, сверхвосстановление. Принцип суперкомпенсации. Вот вы побежали, да, например, ну, я имею в виду работы делаю, которые работают, не восстановление. Вот вы побежали, вы истратили, да, и идет какой-то момент, вот, когда она через день, через два вам хочется, ведь прет, знаете, бежит, легко, то есть бежит. Вот как раз вы находитесь в этой суперкомпенсации, пик небольшой, да, который держится в зависимости от нагрузки, то ли там час, то ли там 20 минут, то ли 10 минут, да, и вот этот пик, например, ну, грубо говоря, тысячу единиц у вас было до этого, а этот пик, например, 1100 единиц килокалорий, ну, абстрактная цифра там, или в нейронах, или в чем угодно, да, вот энергия там идет, да, вот. И вот это 1100, вот, потом вы опять ныряете вниз, опять выходите, и через какой-то месяц, там, два, да, уже у вас уровень энергетический уйдет уже 1100, и уже следующее идет 1200 уже, вот этот пик вы выходите, и так мы набираем форму, да, то есть, чтобы что-то получить, надо израсходовать. Прежде всего, израсходовать, да. Именно наступить на себя немножко, на своем уровне, я не говорю, что вот вы упали, и все лежите. Именно вот понемножку на своем уровне вы должны израсходовать. Это, это, ну, вы понимаете, вот что сейчас преподают, что в клубах все везде, почему мы не бежим? Все преподают и ловите эйфорию, и не нужно выходить из комфорта. Обязательно нужно выходить из комфорта, обязательно вы должны наступать на себя. Но на своем уровне, именно не перенапрягая ничего, вы уже начнете управлять процессом. Тут же вопрос, на самом деле, как бы вот сейчас вы клубы приводите в пример, просто не все хотят соревноваться и выжимать из себя последние соки. Кто-то использует бег, как просто удовольствие. Ну, например, я бы не хотел из себя все выжимать. Вообще все, все немножко лукавят. Серьезно? Да, лукавят все. Вот начинаешь дальше разбираться. Если он пробежал лучше, да, он начинает уже работать. Если у него нет никакой перспективы, да, он, а у него какая перспектива? Нет, это психология. Перспективы у него не будет, потому что он не наступает на себя. Он не может, он не может. Надо понемножку наступать. Я не говорю, что... Вот у вас есть профдеформация. Вам кажется, что все бегуны должны соревноваться? Еще раз повторюсь. Есть люди, которым, вот вы говорите, что клубы говорят, вам не нужно выходить из зоны комфорта. В принципе, я согласен. Если ты физкультурник, хочешь поддерживать свою, собственно говоря, физическую форму, там, на лежащем уровне, это как гигиена. А вот если ты, например, упоротый любитель, хочешь увеличивать свои результаты физические, если у тебя есть время, деньги, здоровье, чтобы становиться... Потому что вы же сами говорите, вы должны бегать, еще и надо что-то работать, еще с семьей что-то делать, а у вас еще должно быть, не знаю, там что, где-то с кем-то развлекаться, еще нужно детей делать. В общем, как бы откуда брать энергию на это все, если вы будете из себя все выжимать? Поэтому тут никто не лукавит. Лукавят те, которые пришли тренироваться, у них ничего не получается, и они грустят. А чтобы вот... А здесь как раз и получается, что откуда энергия? А ну не будет энергии, если ты просто в комфорте, в зоне комфорта. А если ты немножко чуть наступаешь, тебе получается энергия, и запас здоровья появился, ты уже начинаешь думать о результате. Понимаете? Уже хочешь, не хочешь, ты все равно бежишь, ты показываешь результат, ага, думаешь, все, и ты уже... Есть здоровье, будет результат. Человек так устроен, по-другому никак. И кто бы там чего не говорил, все равно, если пошел результат, он начинает дальше работать, уже наступать на себя понемножку. А иногда очень сильно и понимать, что это... Я открыл вам секрет. Сейчас такое время, когда человек, выходя на пробежку, рано утром уже наступает на себя. Да, это правильно. И поэтому это и является выходом из зоны комфорта. А вы говорите про спортсменов. Я говорю про спортсменов. И тут вот если говорить про спортсменов конкретно, вот скорее всего Никитин каждый раз, как вы видите, наступает на себя. Но дозированно наступает. Потому что были моменты, когда я видел, что у него был предел на полумарафоне. Очень жесткий предел такой уже добегал. Вот на ближайшем, ну, в московске, например, мне даже в какой-то момент показалось, что он прям издевается немножко над соперниками, когда не вспотев, ну, я так условно, не вспотев, прибежав на финиш, там посмотрел, типа, да, это мы с тренером там. Ну да. Темповик, да, темповичок сделали. А там даже близко. Ну, то, что они грамотно ведут, это не случайность и не атома. А можно еще под занавес там наши беседы, вот, может быть, вы можете как-то сформулировать свое отношение вот к подходу тренерскому в советское время и там к современному, ну, такому российскому, современному российскому. Вот есть она вообще или нет? Или все-таки это мы идем по следам вот той советской школы, и она сейчас вот продолжается в текущем моменте? Нет, она не продолжается сейчас. Сейчас она не продолжается, потому что в советское время был, ну, небольшой, не так много, как сейчас бегают, но там была такая система довольно-таки жесткая, жесткая, особенно вот эта, начиная там 60-е, 70-е годы, там очень жесткая система была в тренировках, что... Ну, это сейчас не так. Сейчас, ну, как бы... Во-первых, нужно создавать условия для ребят, что кто вот перспективный, так, чтобы выходили. Ну, в сборную кто попадает, ну, надо еще дойти до сборной, правильно? Вот. Чтобы были условия, конечно. Потому что сейчас спорт поднялся на довольно-таки высокий уровень. Мировой. Мировой, конечно. А у нас пока что топчется все на месте. Ну, то есть, так если... В советские времена было лучше? Ну, было лучше. Я не скажу, что лучше, но так же, как и все в мире принимали все, пока что было разрешено, что было разрешено, все принимали до определенного момента. Вот. А потом это все запрещали. И... Что логично? А? Что логично? Что логично то, что у кого фармацевтика идет сильнее, восстановление, да, идет. Мы будем говорить тогда о разрешенных веществах. У кого фармацевтика, но посильнее, тот восстанавливается, больше объем работает. Я немножко начал просто вот крутить вокруг туловища, там 16 килограмм, там, да, так. Немножко там махи делать вперед-наверх, ну, с прямой спиной, да. И мне укрепился позвоночник, столб закрепился. Если в молодые годы там я работал, строил дом, там, таскал кирпич, цемент, там, и тренировался в это время, вот как раз в 88-м году, то же самое так же делал. Вот. То сейчас с возрастом уже меньше начинаешь работать, трудиться где-то физически там, вот. И получается, что ты АФП вот это запускаешь немножко чуть-чуть. Вот это, я говорю, что в зимнее время можно и походить в зал и немножко сделать АФП. Кайс. Вот. Да. Полезная история. Да. Спасибо вам за... Очень интересно. Ну, неужели. Я хотел показать, там, принес еще это... Что? Схему, которую я показывал на подводке вот к этому Пушкину Сан-Фертипель. Вот я создавал схему. Вот, видите, вот. Это 42 километра, которая была на дневнике, вот читали, да, первый день. Это вот понедельник, да? Вот я начал, вот мне уровень был, день, да? Вот. Я проработал и вот опустился, перевел себя на 2 часа 35 минут. Вот, 2 часа 22 минуты было, 2 часа 1, это 2 часа 1 и 8, 1 минута 8, 2 часа 1 минута 8 сезон. Сейчас, Леонид, секундочку. Вот по оси абсцисс, что отложено и по оси ординат, ну, чтобы понимать. Вот мы, волны головного мозга. Это гамма, да, гамма, бета волны, вот, бета высокие, это средние, низкие, да, альфа, это вот альфа, тета и дельта волны, это вот ночью все приходит, вот восстановление идет, да, ночью за счет восстановления мы от этих волн, да, и вот когда мы в пике, да, когда вот мы здесь отстаемся, да, помните, я говорил, вот мы здесь отстались, да, не перевели себя вниз, да, но как раз вот эти волны, они не работают, они, ты не восстанавливаешься, ты остаешься, вот короткие там какие-то всплески идут, и ты не восстанавливаешься, ты сгораешь как бы от этого. Вот. И вот, это восстановительный бег во вторник, среду уже более-менее равномерно пробежал и вот работа четверг подводка дойдет вот в гору по это шесть раз в гору это в гору это подгору это в гору подгору это 12 раз гору подгору вот я сделал и плюс три километра темпы века бежал вот три километра темпы бег и пульс я перевел вот видите вот пусть где нас раз по 400 пульс 26 20 20 до ведь и 20 20 этот а если бы было было у меня например 26 20 18 бежал не 3 а там четыре километра понимаете вот пока мне не сравнялся вот этот пульс да вот я знал что я точно оказался здесь вот так и оказался до перевел себя вниз и пошло восстановление нормально здесь это высокие я спокойно это вот берет мы тут уже где мы где вы документы запрозу заполняли помните день там один был без тренировок это да 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 это вот суббота была как раз суббота по дням разложена ровно недельчика вот и в этом вот я уже всю ночь уже пол поздно в 9 часов вечера пробежал вот это 20 15 13 вот 21 00 в дождь там фигачил но пробежал этот отрезок я понял что я могу бежать здесь и вот она пошла суперкомпенсация вот это вот вот восстановление вот и потом это где-то с какой там до 10 километров это там подъем был вот и здесь пошло вот небольшой спад и потом я уже пошел вот понеслось мне уже до 15 я пробежал да почти что за 1359 там бы вышла и дальше вот я ровно ровно устойчиво бежал до самого финиша бежал мне не ставила за счет чего если бы не бегал вот эти сороковники да аэробка мощнейшая и вот и пробежал по рекорду почему этот еще есть физические эмоциональные интеллектуальные уровни и вот вот эти пики да я их сделал за 10 лет назад по биоритмам да помните вот 80-е годы было это вот мода такая биоритма до человека который идет физический интеллектуальный эмоциональный да вот но физический цикл и вот физический цикл максимальный был это поставить на физический цикл вот максим зеленый это как раз вот это нулевой цикл когда ни туда ни сюда да вот и чем я интеллектуальной и то же самое Интеллект, он тоже играет большую роль Вот в этом Ну и эмоциональный Но если с эмоциональным все понятно То почему у вас интеллектуальный биоритм Проседали Да, проседали Это как раз яма была В интеллектуальном уровне То есть когда вы не воспринимаете Самое главное физический цикл Видите, вот где он вышел уже Как раз в выходной Вот перед этим Волна вышла А правильно я понимаю, что там, где вы находитесь в пике В физическом цикле Интеллектуальный проседает, потому что мозгу Все-таки нужно куда-то концентрироваться Да, идет, 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 они же разные Разные волны идут Физический цикл идет Например, интеллектуальный уровень Вот волны Вот как раз эта схема нарисована Тут надо разбираться Физический идет, например 23 дня интеллектуальный 28 это Эмоциональный, как это луна Учитывается даже Это уровень луны Да, вот это притяжение Да, Земле Я вот в данной ситуации могу что сказать Ничего не понятно Очень интересно Но самое важное, что здесь Вот если посмотреть подкаст Ваш рассказ связанный с подготовкой Здесь идет четкая корреляция И вот, ну, для нас, наверное, понятно Как вы, как ваша работа Отображается относительно Да, в этой волны Да, этих И восстановление Это день-ночь Ну, кто-то день-ночь Все только нагрузку делают Да Восстановление Вот идет восстановление А со мной восстановление идет Вот Если вы отстали здесь, сверху Да, мне вторая тут есть А там что? А там сейчас то же самое В общем, друзья, не забывайте восстанавливаться Тренировка тренировками А отдых Это очень важно Это важная тренировка Да Так, дальше Так, а это что? Это вверх ногами А, да Давайте, перейдем на эту Так, а это А это как раз суперкомпенсация Принцип суперкомпенсации Принцип суперкомпенсации Осознанное управление энергетическими волнами В своей специализации Так, что это значит? Что это значит? Это значит, что Например, вот когда мы просто В зоне комфорта Вот, вот что говорят В зоне комфорта Вот мы работаем, да Вот, сделали Вот, работу, да Небольшую Ну, в зоне бета На низких волнах идем, да Вот мы в зоне комфорта Идем так Мы восстанавливаемся Чуть меньше, да И вот Вот мы статанули И так же почти, что На этом уровне Чуть выше, да Пробежали старт, да Вот Это воскресенье старт Четверг подводка была, да Вот Например, когда Идет Вот Когда у вас Перебор скорости, да Вот идет Вот У вас со старта Сразу прет Пробегает И отрубает Вот вы встали здесь И так же идет Вот Это вот Подвелись, да Работу сделали В четверг, да Подвелись И бросили, да Не посадили себе Темповым веком, да И получается И получается, что Да, вы Хорошим Видите На уровне здесь Вот рядом Вот потолок ваш, да Вот этот потолок Вот И вот вы здесь Прямо находитесь Здесь Хорошо бежится Классно Со старта Думаете В ночь здесь Почти что не спите Вот короткие Восстановление Думаете Ну сегодня Я всех порву Вот Со старта Вы понеслись И у вас Закисление Вырубает Вот вы Все И нормальное состояние Когда вот В четверг Отделал Подводку То же самое Что там Показал Вот Мы Вработались Работая Рабочее состояние И потом Обязательно Перевел себя вниз Вот сюда Вниз Перевел И здесь Я Длями сижу Здесь уже Идет суббота Вот это Тысячу метров Тащил Сплеск Сделал Чтобы адаптация Пошла И вот Идет устойчивое Состояние Суперкомпенсация Вот видите Вышел снизу Здесь нигде нету Здесь ты Дошел А Правильно Здесь три варианта Первый Обычный Неправильный Неправильный Который комфорт Когда перебор Скорость Когда ты перебрал Это вот как бы Лустюгова На 15 километрах Или Большинова Не помню Большинова Остался здесь Вверх А здесь Здесь Когда ты снизу Вот уже снизу начал Вработался И ты перевел Себя вниз Работаю Вот темповым бегом Перевел вниз Себя В аэропортное состояние Чтоб ты не горел Не выгорал И вот я спокойно В яме сижу Да здесь Вы здесь Восстанавливаете Фактически Потом и далее Далее Вот это Тысяча метров В субботу Который я делал Тестовый отрезок И в воскресенье У вас суперкомпенсация Вот видите Сверхвосстановление Вот я на новый уровень Душел Секрет Секрет Леонида Разгадан Ну это не секрет Это просто физиология Это закон Суперкомпенсации Идет Который нужно использовать Волну Волну Вот эту Суперкомпенсации Вот идет Вот раз И вот сверхвосстановление Почему-то во всех учебниках Говорят что Сверхвосстановление Это когда вы хотите Пробежаться по стенке Или просто бежать Очень сильно На самом деле Это вы уже Находитесь вот здесь Уже поздно Поздно бежать У вас уже сформировано Перебор анаэробных Как бы вы ни начинали Вы начинаете Медленно даже Все равно Вы ускорились Или побежали Вы сразу Анаэробные идут связи Вас вырубают То есть Ваша скорость Не обеспечена выносливостью Здесь Здесь Вообще У вас нет скорости Вообще Вы не можете перебрать Это мой случай Это вы не можете Перебрать Он не может перебрать Вот И здесь Когда балансы Одинаковые То есть Скорость обеспечена Выносливостью А выносливостью скорости Ты устойчивое состояние Но обязательно Надо перевести себя вниз Почему Почему вниз Почему Вот чтобы Именно все сохранили А не выгорали Вот как здесь Вот И легко бегали Вот эти четыре дня Или Понятно да Вот всегда Вы перегрузили Но на своем уровне Вы загружаетесь Еще раз На своем уровне Вы это делаете А не на уровне Вот друга Или какого-то Другого человека Вы должны Если хотите расти И Чтобы осталось здоровье Да Вот Не загнать себя Вы должны слушать себя Научиться Понимать Когда на сегодня хватит Когда можно Перевести И сколько Многие говорят Вот я чуть-чуть Устал Мне хватит А на самом деле Он вообще даже Не перевел себя Он устал Все И тут остался И вы видите Сразу Что у вас легко Бежутся Вот эти все дни Естественно У вас будет пролезть Вот это подводка Которая 100% Гарантирует вам Управление Удачно выступать Плюс-минус Вот Наука Да не наука Это просто Это не связано С лекарствами С анаболом Или с чем-то еще Это просто Физиология Которая Уже Сейчас Мой подальше Допойно